Добрый день всем, кто сегодня приехал на эту встречу. Надеюсь, она будет познавательной, полезной, и не зря вы потратите ей время, кто сегодня приехал издалека. Ничего бы хотелось начать. Традиционно обычно начинаю информацию о том, что обстоят дела с книгами, потому что пока в основном книги расходят через интернет. И хотя август был весьма такой месяц жаркий, и люди не очень-то были готовы, особенно в московских центральных областях, но тем не менее книги продолжаются скачиваться. На данный момент уже в общем итоге за все время скачивания было скачивано 1 миллион 731 тысячи девятьсот восемьдесят пять книг. Это только с двух сайтов и так далее. Естественно, есть раскладки по каждой книге, чтобы видели, потому что вы же не видите, по каждой книге, каждый месяц и так далее, сколько идет. Так что это весьма неплохо. Интерес продолжает не падать, а скорее всего растет. К тому же это подтверждает то, что за семь месяцев, то есть посетители, в частности, моего сайта, если первый миллион занял с 2004 конца года до середины января 2010, то за прошедшие семь с половиной месяца уже посещение было 750 тысяч, уже привалило. То есть это говорит о том, что интерес все больше и больше растет. То, что я делаю, то, что наше движение делает, это действительно нужно людям и делаем это не зря. Перед тем, как приступить к ответам на вопросы, которые поступят в зал, я хотел бы немножко поднять несколько вопросов, которые рано или поздно все равно приходится поднимать, потому что иначе она вряд ли дойдет до остальных, которые не смогли приехать, допустим, сегодня и присутствовать здесь. Дело в том, что, как вы понимаете, кроме людей, которые действительно интересуются тем, что происходит, какие выходы и так далее, есть люди-провокаторы. Провокаторы, которые действуют подло, за спиной и так далее, часто скрываются по своему синониму и так далее. В том числе и сегодня, скорее всего, в зале есть несколько казачков, задача которой было сорвать сегодняшнее выступление. Обычно я блокирую такие действия, как вы видели за все прошлые встречи, никаких провокаций, в принципе, не было. Но сегодня я решил просто объяснить, не только что, а показать, кто же на самом деле эти провокаторы. Кто, так сказать, очень сильно, так сказать, беспокоится о том, чтобы заплачить так называемого лжеученого, негодяя подлеца Николая Левашова и прочее, прочее, прочее. Вот, смотрите, вот у меня здесь есть, так сказать, список вопросов, которые были, так сказать, обсуждения, распечатка переписи компьютера, ну, когда переписка идет. И вот те провокаторы, которые сами даже боятся появляться, посылают кого-то другого, который, наверное, ничего не понимает, кто их посылает. Вот что они пишут. Значит, один, даже, так сказать, как на псевдоним, Ханс Шетлз написал, 15-го года, количество быдла в этой группе просто ошкаливает. Не удивлено, что я там забанен. Неплохо, да? Дальше читаем. Этот человек подписал с фамилией, может, настоящий или нет, я не знаю. Сергей Пшеничин написал, да, мне тоже, но придется подождать. Думаю, что мы знаем эту информацию. Решил предпочитать отмалчиться перед хомячками и отбрехиваться потом от того, что кто-то из них прочитает в интернете. Да, как мы знаем, хомячки сами рады стараться и в деле выграживать своего героя. Читаем дальше. Дальше. Александр Ремишев написал, очень хотелось бы узнать, что там в записках. Следующее. Сергей Пшеничин написал, по запискам в личке переписывал человек, который ждет на ближайшей встрече с Левашовым, 21-го, в личном извине. В противном случае, после 21-го он обнаружил, что приходит в записках и что из этого читается Левашовым в зал. Следующее. Антон Александрович написал, с людьми, которыми эти пикеты проходят, общался. Нифига они не проплачены. По крайней мере, рядовые участники. Просто идиоты. А вот на семинарах Левашова явно люди, выходившиеся на сцену, были подставные. Да и во время встречи он не отвечает на вопросы зала, а отвечает на записки. Так что вполне важно, что он сам эти вопросы придумывает. Так что сегодня поступивший за убийство, оказывается, от вас. Я это все сам придумаю. И каждый раз это делаю. И так далее. Следующее. Дмитрий Деревничук написал. Ох, у меня есть, кажется, ощущение, что все это хорошо проплачено. И лекции адептов, и квоты нужных людей на собрании, и пикеты. Понимаете? Вот эти люди, компания господина Малышева, которого я здесь поставил на место один раз. Вот это и есть те люди, которые пытаются разоблачить, что левашо лжец, мерзавец, подонок и тому подобное. И, как вы видите, как они относятся к людям, к вам. То есть вы для них быдло. И они считают, что происходящее, так сказать, именно... Вот они меня, значит, пытаются разоблачить и так далее, что вот проходимец, тому подобное лжец и так далее. Так вопрос. Если те пишут, которые пишут, что вот, я такой-сякой, и относятся к людям, как вы только что услышали, это зачитало 100%, специально фамилию назову. Вот их засланы казачки сейчас и взяли. Если желание есть, пускай они попытают, будут поднять здесь, спровоцировать. Но они думают, после того, что прочитал, у них появится такое желание. По крайней мере, задумайтесь, те, кто послали сюда с такой целью, кого вы, на кого вы работаете и кому вы подпеваете. Да, к сожалению... Кстати, еще такой момент. Вот, насчет там форумов, которые там идут, обрывают грязь. Один мой хороший знакомый, мы с ним познакомились недавно, это, так сказать, Юсупов Вагис Анарбекович, он живет в Геккенбурге и сам является действительно членом Академии наук России. И неэффективным. А он долго работал в оборонке и так далее, и так далее. И на космос и тому подобное. Так вот, он решил... Вчера мы с ним говорили на медне. И он мне говорит, вот я решил, посмотрел на форум, там вас, говорят, поливают грязью, решил поспорить с ними, объяснить, что они не понимают, что говорят. И он мне такое сообщил, забавное. То, после долгих объяснений на форуме тех, кто кидался на меня, обвиняя псевдоученым, уже ученым, подонком, негаляемым и так далее, безграмотным во всем и так далее, он все-таки добился, чтобы один из более рьяных там, кидающихся, дал ему свой телефон и позвонил. Оказывается, тот, кто больше защищал и кричал о том, что я лжеученый, даже образования не имеет. Никакого, кроме школы, закончил. Он инвалид. И что тот говорит? Так чего же вы кидаетесь? А вот я инвалид. Он спрашивает, а что, Левашов вас сделал инвалид? Нет. А вот пускай он меня вылечит. Вот очень хороший способ добиться, чтобы я его вылечил, да? А вот пускай он даст миллион. Нет. Вот, извините, кто действительно проплаченный, и кто те, кто кидаются. Я думаю, остальные ничуть не лучше. Поэтому, так сказать, насчет, опять-таки, одного анонимного писателя, которому очень не понравилось, что, так сказать, его тоже хотел бы сообщить, чтобы... Сейчас, секундочку. Прочитаю ему ответ, и то, что этот человек сам пишет. Секундочку, найду одну вещь. А, вот, есть. Кому интересно будет, может, просто встречу прослушать, то я бы зачитал одного письма от одного анонимщика, который написал такое письмо забавное. Я опять повторю, и повторю, что я зачитал. Тоже, видите, полностью, полностью, что написано переписки, чтобы не сказать, что я зачитываю не то. Так вот, что писал этот гусь? Сижу, вот, читаю ваши книжки. Долго рассказываю про прорабатывание свойствий, но, опять-таки, взялся. Читаю следующее. И предлагается для восстановления овной связи заменить кристаллы и крамы кристаллами тары. И дальше гуглю по двум направлениям. Географическое название тара, ставлю отметки по всем точкам, получая интересную геометрическую фигуру с весьма характерным для некоторых изысканий названием оси. Одна из точек, которая посвящается Боснии, уже наводит на определенные косвенные мысли. Недаром там первым годом рассказывают. Но это, так сказать, шуточки. Какие только совпадения бывают. А вот далее веселее. Тарская циркон, Эльменинское происхождение, это же Омск, свежераскопное, что называется. Вот и вторая шуточка. Вернее, не имеющая на данный момент доказательств гипотеза, смутная догадка о том, что кристалл тары является циркон. Очень, знаете, специфиченными лечебно-удачными свойствами, удачей всем, по всем поверьям. Вот такие вот загадочки подкидывают ограниченное сознание. Вот с этим, что с этим делает, ума не проживает, а ресурсом для проверки истинности, не располагая. Вообще, просто так, для галочки, может, кому-то из ваших знакомых придет еще какая-нибудь часть ребуса, удачи, включаю обратно с кипецым, и ухожу дальше, читать дальше. Анонимное письмо, неподписанное. К тому же, я специально посмотрел, все письма от этого гуся, по-другому не назову, приходили с разных адресов. Что это значит? Неподписанный, с разных адресов. Это означает просто хакер, который прячется, чтобы его не могли вычислить и определить. Кто же он такой на самом деле есть? Дальше, что же ему ответил? Включая обратно свой скриц, ухожу дальше, читаю дальше. Я отвечаю. Зато я вам подскажу, куда ум прикладывать. В первую очередь, не показывай свое невежество, хотя бы научиться думать. Как бы еще речку сюда приписали с названием Тара или Храм Тары? С чего вы взяли, что кристаллы Тары связаны герметическим названием? Тара – это женское имя, и наши предки считали ее и ее брата Тарха покровителем земли русской. Так что и речки, и озера, и многое называли в ее честь. Но это не означает, что речка и есть та Тара, о которой идет речь. Вы даже полноценного поиска не сможете сделать по интернету, иначе такую глупость не написали бы. Так что включайте обратно, и погружайтесь дальше в свою невежность, видно, она вас устраивает и радует. Желаю всего лучшего Николая Левашов. Это у него, значит, оскорбил его, да? Но самое интересное, к сожалению, сегодня не нашел, потому что копаться, искать, потому что у него каждый раз адресы разные. Вы прочитали бы, как он ответил мне тут же на это мое послание, что вообще вы для меня никто и вообще вас никто, что вы лучше бы, так сказать, вы для меня не в трет, мудрость от вас не пахнет. Я говорю, так ради Бога, я же не заставляю, не говорю, что от меня пахнет мудрость или чем-то другим. И тогда я даже не стал отвечать на письмо. Но это господин не успокоился. Прослушал, видно, лекцию последнюю, где я вот это прочитал. Сто процентов прочитал, не сказали ни на слово. И что этот гусь пишет теперь? Вот послушайте. Это, знаете, начитаешь, удивляясь, до какой глупости люди могут находить. Господин Левашов, как вы посмотрите на то, что фрагменты вашего видео, где вы зачитываете письма, выставленные вами на посмешивше, анонимно, респондентно, будут распространены вместе с самим обнародным письмами. А что, оказывается, я не могу, анонимщиков вообще не считают, не могу даже письма, кто приходит, зачитывает. Это мое право, это мои письма, пришли же ко мне. Личные письма я не зачитываю, а такой маразм я считаю необходимым, за черт, чтобы показать, как некоторые умницы, это явно молодой парень, который образование, видно, очень крутое, но хочет покрасоваться. Так вот, дальше читаем. Сами, дабы люди имели возможность сравнить то, что было написано с тем, что было произнесено вами. Но если кто-то желающий есть прочитать, отличается то, что произнес, то, что написано в этих письмах. Есть желающие? Кто-то может проверить, хочет? Так вот, следующее, последнее, что он написал в писанину. Здесь можно было развернуть, проразвернуто стягивающее воедино множество распространенных исторических, легвинистических, археологических фактов, косвенно поддерживающих, ни к чему не обязывающих, в каком-то степени шуточном, опинал в своем себе гипотезе, что он написал, что циркон и прокрестал тары. Но, во-первых, по поводу этого, это я приводил, если он хотя бы прочитал мою книгу, он вряд ли ее читал, потому что в моей книге вот эту фразу, которую он вырвал, был комментарий, информация написана в лавеновских ведах, где четко написано и дается инструкция с тем, кто не знает, как настроить данную связь, как нужно восстановить связь через другую систему. Им дается четкая инструкция. Во-первых, циркон никаким образом не может использоваться для этой цели, хотя бы потому, что, как всем известно, циркон имеет множество разных качеств, он не является стабильным кристаллом, то есть его структура меняется, место, глубины, разные цвета, химические составы и тому подобное. Поэтому он не может использоваться как инструмент настройки на конкретную систему. Это все равно другие кристаллы, совершенно другое назначение. И они есть, я знаю, где они находятся, на земле находятся. Их называют поющими алмазами, но никакого отношения к церковным они не имеют. Следующее, так что грамотность свою показывать, человек очень, он же молодец, но не с той стороны берется. Который оказывает не только покровительность земли русской, но и по самим сильным богиням и божеству Индии. Ну, черт возьми. Если он уже начал копать, он его чуть-чуть покопал немножко после того, как я его пристыдил, покопал. Так вместо того, чтобы покопать и узнать, что в Индию веды, ведийские знания были принесены нашими предками. И многие наши богини стали для тех же самых индусов богинями и богами тоже. Некоторые были изминные, другие были совершенно неизминные. Так это означает, что если менять что-то, ничего не меняет. Дальше этот гусь пишет. Вот действительно, оскорбление назвал гусь, но я по-другому уже не назову. Потому что уже просто удивляет такое. Забавно наблюдать за тем, как вы утверждаете, что героическое якобы не сохранилось. Во-первых, написал, что смотрите, как искажает. Не я искажаю, а он искажает. Я говорю, какое отношение героические названия, которые сохранились, имеют к тому, что там описано. Кристалл, это к Тори, к Тори, к Тори. Дальше. Забавно наблюдать, как вы утверждаете, а, да, да, реки и озер, но Сибирь в точне какой-то паралекционной причине сопротивляет название священных источек наоборот пришло. Они не из Индии, а в Индию наши предки принесли, а не наоборот. Десятки сопровождений принесенных сквозь тысячелетия. Про санскрит молчу даже. Вот хорошо, что молчит. Вот знаете, вот хорошо, когда иногда умные вещи молчит. Потому что, если он еще раз открыл рот бы, то опозорился на весь мир. Он уже так опозорился на весь мир. Потому что санскрит это чистый русский язык. Конечно, заморожено несколько тысяч в Индии и особенно северные диалекты. Вот в области Архангельска, где поморы сохранили свой диалект такой вот северный, стопроцентный. Только есть два санскрита, новый санскрит измененный и старый санскрит. Так вот, те индусы, которые знают старый санскрит, приезжая в Россию или особенно на русский север, потому что произношение там идеальное, они удивлены, потому что они слышат живой санскрит. Да подсчитай, поищи. И к тому же, если бы немножко человек почитал, бы немножко больше, а не свою универсию показывал, то было бы ясно, что в Индии никогда не существовало ни одного племени или народа, никогда, которые говорили бы на санскрите. Это мертвый язык, так же, как латынь. Мертвые языки. Так вот, в Индии никто никогда не говорил. А оказывается, мертвый язык, который его никто никогда не говорил, или это живым языком, которым мы с вами говорим до сих пор. Конечно, добавилось целый ряд слов, но исследования лингвистов показали, что 70% слов санскрита тождественны современному языку. Ну, 30% добавилось, изменилось и так далее. Что естественно. Дальше читаем. К тому же, откуда взяться кристалл, если не из Матушки и Зимы? Правильно, но не от того, что он предполагает. Он считает, что он решил, что это циркон. Значит, 100%. Кроме циркона на Земле никаких кристаллов нет. Забавно получается, да? Если запустить, еще хуже идет дальше. Если же допустить, что у славян-арийских ведов не допускается подделка Ахиневича, не Хиневича уже пишут, а Ахиневича, ну, с намеком, понимаете, да? К тому же, существует ряд косвенно доказательств, что это, то от Аскарта-Ириска, то бишь, нынешнего Омска, до Тары, где находился циркон, всего какие-то 300 километров. Ну и что? Как это значит? Какая-то связь. Вот видите, вот человек вот в голову въехал, что циркон, и он готов, говорится, башку свою разбить, чтобы доказать, что он прав. Даже не имени этого никакого основания. В своих воплощениях приняла тара, индийская тара в своих воплощениях разница. Кем там, господин Ивашов, было сказано, что замена кристалла описана буквально по инструкции, по эксплуатации для неразумности, все забывающих детей. В славянских веках написано, это не я написал, а я как раз объясняю, что это значит в своей книге, которую нужно хотя бы читать. Обойдется без проекта кусочков гипотез, как наладить связь, нам и так неплохо живется, дурача людишек астральным гипнозом. Это кому себя имеет ввиду или меня, я так не понял в принципе. Написано нам, и так неплохо живется, значит, себя имеет ввиду. И я публично искажая в приступах белой пушистой написанной вам приватной. Письмо совершенно незнакомого вам человека, верно? Забавно слушать те правильные слова, что вы говорите про правду, видя, как след за этим, вы в тихомолочку творите ложь. Могу предложить один лишь вариант. Он меня устроит. Надо же. Вы назвали меня сетевым фриком. Во-первых, я даже ни разу это не говорил. Но если он считает себя сетевым фриком, ради Бога, вы ошиблись. В одной из своих крайне редко применяемой ипо-настасии, как существо остро чувствующее несправедливость, я воплощаюсь в сетевого тролля. Ну, это любопытное перевоплощение. Удачи, так сказать, мы в этом. Могу для вас стать тем троллем, господин Левашов. Ох, вы знаете, я уже испугался. Я уже улетаю в другую вселенную, знаете, от испуга. 21 августа в начале встречи я предлагаю вам принести публичные извинения за то, что вы наговорили про незнакомого вам человека, выставив его напосмечен умышленным искажением, обновлением приватной, анонимной, потому что приписки, если лишь единственное слово свое обличить, не упомянув о сути того, что он всего лишь хотелось обратить ваше внимание, оказывается. Он хотел обратить мое внимание. О чем вам и было написано. Дальнейшее было делом десятом. Полчует ли этот кусочек мозаик таким же, как удачно перевоплошенным и лингвистами, иерархиологическими, исторически отдаленными достаточно пары простых человеческих слов, принесенных в извинение за неисправедливые навешивания иерархиологов. Прошу и приму сердечно. В противном случае вся переписка будет мной обнародна, тем словом, что Каймакуза начали письма. Ответом на это послание не извольте утруждаться. Прощайте. Опять не подписано. Опять анонимно. Ну вот я вам еще второй раз зачитал, тут уже с добавкой. История с продолжением. Вот как люди пытаются водить за нос тех, которые легко покупаются на разные такие вещи. Но если прошел сегодня разнос перед началом на другую тему, потому что надо всегда пресекать такие вещи. Вот я зачитал все письма без искажения одного слова. По крайней мере, кроме оскорбления в мой адрес, я в этих письмах не читал. Оскорбление то, что я сказал, если вам нравится получать свое невежество, хотя бы поясните, что и так далее. Это воспринимание как оскорбление. Это забавно. Но это еще не все. Вы думаете, на этом заканчивается? Есть и другие люди, которые даже сидят здесь в зале сегодня, которые тоже не имется. Это связано уже с другим вариантом. Еще одну вещь просвещу людей, а то, опять-таки, доходит до такого абсурда, что я просто даже, так сказать, иногда смотришь, думаешь, ну неужели такое может быть? И, оказывается, бывает еще и не такое. Не говорю о том, что там печать такую хинею, о том, что вот Левашов врет, он, типа, он никакого отношения к Аббаленскому не имеет. Во-первых, к Аббаленскому имеет отношения моя жена, не я. Я это писал в своей книге, но писал о ней, о ней о себе. Вот, граф Левашов Василий Васильевич, его потомки умерли, и поэтому, сказать, он лжет, что он родственник. Во-первых, если человек читал мою книжку, там написано, что до прихода класса Романов мой род был один из самых знатных богатых родов на Европейской России и не поддержал Романовых. И только уже в 19 веке одна из ветвей рода, кажется, над доблестью на полях битву с врагами Родины показала и было, кажется, приближено, вот я пишу о нем, и сказал, что боковая леди, но тем не менее они им не имутся, они даже не читают хотя бы что-то. Им важно взять и обливать грязью, а другие очень легко подхватывают, потому что очень выгодно подхватить. Вот здесь зачитываю. И опять-таки уже буду зачитывать с фамилиями, я не буду уже щадить людей, которые, так сказать, ведут себя непорядочно. Получается, я обычно, когда гадости пишут, если зачитываю их, я не упоминаю фамилию, ну тут, правда, анонимная была, тут не нужно было замалчить, потому что там нечего называть, то другие имеют фамилию. Вот, есть такой человек, Людмила Плотникова, она же сегодня в зале сидит. Так вот, относительно недавно она обратилась на мою страничку на интернете с просьбой включить ее в своих друзей. Ну, ладно, нажал, пускай человек войдет в список моих друзей. Что вы думаете, этот человек сделал? Когда я нажал кнопку включить, тут же стал посылать всем моим друзьям, родственникам, друзьям, которые мои со школы, по университету, и так, друзья, посылают, а вы знаете, что это фальшивый, что это не Левашов, а кто-то другой. Присылают моей сестре тоже, родной. Она отвечает, извините, это вам такая информация, извините, моя сестра отвечает, подумайте, если бы он был фальшивым, я бы это знал в первую очередь. Я бы просто зачитывал, просто долго переписывал, сколько такая, если интересно, могу зачитать. И что же Людмила Плотника отвечает моей сестре? То, что вы мне пишете, что вы его родная сестра, это может быть вы его родная родственница, а может и родная сестра, но вы Марина, и мысль к Марине, а это все-таки то-то, то-то, то-то. Извините. Вы понимаете, какой наглость человек должен дойти, чтобы, так сказать, так отвечать моей сестре, родной к тому же. И не только, она рассылала по всем моим друзьям письма. Некоторые из них говорят, да, мы знаем, но провокации не поддаемся. Ну, не совсем так, которые тоже, как я его включил, попросили. Ну, ладно, человек против, ну, ладно, нажму там кнопочку. Нет, ты что? Так вот, и что же вы думаете? Вот так продолжаем. Так, Людмила Плотико не успокоилась. Она продолжала действовать. Просто я хочу зачитать точно, чтобы не сказали, что опять я искажаю. Нет, я сделаю, чтобы не сказали. Нет, нет, извините. Опять я обвиняюсь, что я что-то искажаю. Нет, нет, подождите. Это дело не только для вас. Не волнуйтесь, время, то, что нужно, отвечу. Пока вы пишете записки, это, как говорится, время. Нужно иногда разоблачать разоблачителей, понимаете? А зачем? Она и так поймет, думаю, что достаточно. Не нужно вставать, зачем? Она и так поняла уже, наверное. Ну, в общем, короче говоря, она не успокоилась, вошла, она послала послание мне уже по другим именем. и по другим именем написала, что вот так вот побойтесь, вы мерзавец, подонок, суть, у вас будете наказаны. Николай Викторович говорил, что, типа, за ложь тогда будет кара небесная и тому подобное. Ну, надо же, сам себе кара небесная. Но я ответил через него, говорю, пожалуйста, не включайтесь в игру, которая вам не нужна. Так сказать, этот человек психически нездоров и не рекомендую вам помогать в этом человеке. И, извините, но в силу того, чтобы не получать подобное от нее послание вновь, я заблокирую ваши, так сказать, посылки, возможно посылки. Но она все равно не успокоилась. Она другой такой же, как на Валентина Берр. послала письмо, которое тоже так же было себе. Это специально называют, чтобы это идет международная группа, которая вот такие провокации организовывает. Поэтому я говорю об этом. Не просто так, что мне хочется это делать. Вот. Так вот это тут, как я, у меня есть полностью переписка, которую она плотнику прислала, потому что деваться некуда, где я объяснил, что Левашов грубо, беспардонно отвечает. Во-первых, ей, во-первых, ни разу не отвечал, кроме вот, когда подседание она вышла и так далее. А вот, что потом пишет уже другая, такая же, как она, думаю, не лучше. Так вот, после того, как Валентина, кольца, Людмила Плотника не успокоилась, она написала ту же саму Валентина Берр и там мне пишет. Николай Левашов никому не делал право открывать страничку на одноклассниках. Так заявили в секретариате. Вам никто не дал право пользоваться именемом. Вот такую культуру несут и близко. Я тоже ответил. Написал, вы хотя почитайте то, что вы видели, какой абсурд. Николай Левашов никому не дал право открывать страничку на одноклассниках, как заявили в этой секретариате. Во-первых, я не должен Свою собственную страничку. Это первое. И во-вторых, такие вещи я не согласовывал ни с экритратом, ни с кем-то. И не отчитываясь против этого. Я написал, что такие действия, это вы глупость пишете, абсурд. И уж теперь-то точно уже, то, что, а перед этим, если почитать, когда я объяснил, что она ошибается, что это я и есть, она, извините, извинялась, мы вели себя хамски. Если почитать, что она писала, такое хамство. Вы больной человек, вы подонок, мерзавец. И она писала. И так далее. Я сказал, извините, на это письмо, вот теперь уже точно я не собираюсь с вами общаться. Получается следующее. Если, значит, я Ревашов Николай, значит, люди хил, да, вот так, халуйский. А если это другой человек, то можно его обливать, как угодно, гадостями. И это считается вправе. Это люди говорят, что они ищут духовность. А вот кто, кто это делает, действительно психически нормальные люди. Потому что когда, вот пишут мои родные сестры, а вы знаете, что Левашов Николай, не тот Левашов Николай, который ему все выдает. И моя сестра говорит, да нет, все в порядке, это я тоже знаю лучше. А она заявила, нет, я лучше знаю. Кто есть Левашов Николай, а кто нет. Вот такие вот блины бывают. И можно было управлять много, но, думаю, до сегодняшнего раза достаточно. Хотя-то у меня еще тоже есть ряд таких перлов, что если прочитать, как люди. И окажется, что, знаете, что большинство все кидается, а после этого, а вот сделайте мне вот это. А вот сделайте мне вот это. Да, что я написала сегодня, что Людмила Плотникова будет исключена из движения. Потому что она действует как провокатор и тому подобное. И я не считаю нужным таких людей поддерживать. Потому что это непорядочно, даже просто непорядочно себя так вести, когда тебя приглашают, просят включить мне в свой свой друзей, неважно кого, правильно? И тут же идти всем, кто в списке есть друзей, писать, что это лже Левашов. Ну, нарвались эти люди. Оказалось, что я не лже Левашов, а сами есть. Вот такие вот вещи. Так что, надеюсь, это Валентина Берра дойдет. Потому что из этой переписки, которая ясна, что ему важно, то же самое Плотниковой. Стать для людей, группу, которую создала не я, а Валентина Берр на интернете, якобы для распространения моих знаний, так? Так вот, Плотникова, из того, что переписка у меня есть, я зачитываю не буду, потому что с долгой, и думаю, вам это не столь интересно будет. Но поверьте мне на слово, надеюсь. Вот. Что ее интересует? Стать гуру для Валентины Берр и вещать от моего имени. Вот, что ее интересовало. Ну, теперь перейдем уже разгром покрыться так называемых оппонентов, которые, так сказать, обвиняют во всем лжи, в мерзавости. Чем-то не обвиняют. Вы почитайте. Иначе читаешь. Ну, главное, ни одного доказательства нет. Ни одного факта нет подтверждающего. Ничего нет. И вот такие вот делают заявления. Вот я хотел бы зачитать другое интересное письмо, потому что сегодня тоже есть много письма из интернета, но я вот несколько возьму, которые интересны. Потому что, я думаю, будет любопытно подтверждение изнутри о том, что происходит в системе паразитической. Вот это, я получил письмо от читательницы одной. Она написала следующее. И оставила имя свое, в телефон даже оставила и так далее. И просила информацию сделать достание в гласности. Информация о евреях-фарисеях, дискриминациях, трусах и подлецах. Я пишу, чтобы пробудить интерес к истории, происшествия с нами в американской еврейской школе. Я еврейка на три четверти, бывший муж Федор Русский. В этой истории евреи администраторы школы и советовиков, в том числе все родители, правили себя так, как написали в письме. Они жестоко и немалостейно председателя Федора, запрещая появляться в школе и посещать родительские страны, держа его на крючке тем, что грозились выгнать детей, отличников по всем предметам поведения, и школы до конца учебного года. Учебный год кончился, в сентябре дети ведут другую школу, нееврейскую школу, и больше администрация держать на крючках не получится. Вот мы ищем справедливостью самой широкой гласности. Поведение евреев такое, что мне стыдно, что я принужу к их нации. История описана по-английски в таком блоге. Если вы читаете по-английски, прочитайте, обязательно оставьте свой комментарий. Если нет, то вам тема интересна, пишите мне, и я займусь впередом. Мне в итоге хотелось бы пройти, чтобы на русском была поликонна статья на сайте. Суть дела все-таки дискриминации евреям ГОЯ. Моя архатяшкола приглашает, что принимает всех вне зависимости от веры спирт. Принимает, а вот как потом себя ведет. Хотя история эта, казалось бы, частная, вопросы она поднимает общественные, и в частности вопросы национального характера. Очень надеюсь, что вы обратите ваше внимание. Большое спасибо, жду ответа. Вот я зачитал, думаю, это лучший ответ. Потому что многие увидят, так сказать, и услышат это. И это пойдет. Вот что в реальности происходит. Но вам не секрет. И это называется нормальное поведение. Никто ничего не критикует. Вы знаете, что в России еще хуже. В России есть целый ряд закрытых школ, которые без справки в синагоге ни одного ребенка не примут. А почему такой строгий отбор? Как вы думаете? Почему они боятся ГОЯ допустить в школу? Потому что боятся, чтобы услышать, как они из нормальных детей превращают роботов в бездумных и жестоких. Почему? Потому что набивают им голову Торы, которые говорят, что они избранный народ, что они суперлюди, что остальные ГОИ, это вообще скотина и даже хуже, ценятся по Торе. Почитайте Тору. Найдите Тору. Кто-то читал Тору? Поднимите руку. Один, два, три. Вот смотрите, жалко. Еще больше. Ну, десятых человек, наверное, больше нет. Все-таки зря. Вот почитайте. Потому что, понимаете, когда видишь такие вещи, когда открыто, и весь мир спокойно молчит. Я всегда считал и считаю, что любой народ имеет место под солнцем, но не за счет других. Это мое убеждение. В том числе и еврейский народ. Но не за счет того, что превращают всех рабов и ограбляют всех остальных. Что написано в Торе и пропагандируется, и так далее, и так далее. Поэтому с этим я буду бороться не с еврейским народом, а с сионизмом. Это две разные вещи. И среди членов движения и среди моих соратников есть люди, которые по национальности евреи. И которые борются, потому что понимают, что это в первую очередь это беда, вот такая психология, философия. Это смерть именно евреям в первую очередь, как народу. Не другим, а именно им. И их за то, что они начинают воевать против супернацизма, по-другому не назовешь, и их начинают за это уничтожать, физически, между прочим. И самое интересное, во всех синагогах, во всем мире вот эта сионистская информация пропагандируется, распространяется, без всякого контроля, без всякого ограничения. Хотя официально сионизм признан формой фашизма. Вы знаете об этом, да? ООН признала это. Вот и удивляется. Почему? Да потому что пятая колонна существует. Все это закрывает, блокирует, не допускает и так далее. И вот вам, пожалуйста, люди... Это не первое письмо. Я получал письмо из Израиля от женщины, которая еврейка, по мать, но по отцу русской тоже. Ну, по еврейским законам еврейка. И она написала мне письмо, тоже просто, кстати, подходит, что я в Израиле стала антисемиткой. Ну, она называет так. Хотя она еврейка по национальности. Потому что, она говорит, я наблюдаю на реальности, как дискримируют в Израиле всех без исключения, кто не еврей. Не говоря уже о рабах, в том числе и тех русских, которые женаты на еврейках, попадают туда или подделывают, что они евреи, тоже очень часто такое бывает так, попадают туда. Какая там их дискриминация идет. По всему, по всем катушкам. И так далее, и так далее. Вот такие письма приходят от людей реальных, невыдуманных. И вот, что реально происходит. И весь мир спокойно смотрит. Так же, как недавно израильский премьер-министр, кажется, заявил, министр обороны заявил, не помню точно, что если что-то, мы покажем всему миру, хлопнем дверью так, что мало не покажет. У нас все озеро оружие, мы сбросим на Европу и так далее, чтобы, если нам придется сказать плохо, то мы сделаем так, чтобы всем было плохо. Объявляют открыто. Неплохо. И опять весь мир спокойно кушает это. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А теперь, если записки новые появились уже, это есть? Ну вот уже несколько записок появились новых. Поэтому сегодня я буду отвечать на записки из зала, а то скажут, что вот эти записки, которые пришли по интернету, я сам подготовил. Просто иногда просто я смотрю и думаю, так сказать, ну неужели людям делать нечего, заняться нечем? Я же не заставляю никого, чтобы они читали мои книги, не заставляю, чтобы они что-то делали, и не собираюсь никому доказывать. Потому что когда я был моложе, я думаю, как же так, человек не понимает. Нужно доказывать. Не доказывал. И что? Что-то менялось? Ничего. Поэтому понял, зачем доказывать верблюду, что ты не верблюд? Лучше сделать тому, кто действительно нужен, кто проснулся, кто хочет разобраться, чтобы он не пал в лужки и так далее. И таких действий становится все больше и больше. Поэтому, так сказать, не собираюсь никаких на форумах доказывать всем, что я не верблюд, потому что это требует время, а мне оно не только много, чтобы заниматься такой глупостью. Потому что все, что, так сказать, доказывает, это бесполезно, как привел пример Юсуповым. Оказывается, что человек критикующий, не имея даже вообще никакого образования, но он знает лучше теорию физики, квантовую механику и так далее, теорию поля знает очень хорошо. А даже 24 сложить, наверное, не может. Так вот, начинаем с записки. Вот здесь написаны, тут правда напечатаны, когда упадет американский доллар и распадет США. Ну, во-первых, он бы давно упал бы, если бы не был поддерживаем в основном ресурсами из России, насколько я знаю. Потому что единственная валюта в мире, которая обеспечена, это рубль. в реальности. А и евро, и доллар, фикция, они печатаются, станки включили и печатают бесконтрольно и так далее. Ничем не обеспечен. Рухнет, ну, во-первых, понимаете, он бы рухнул давно, если бы наш стабилизационный фонд там бы не был и они его не использовали. И другие средства и так далее, и так далее не используют для этой цели. спасать, когда, так сказать, нужно было спасать, ну, помогать России, почему-то спасается Америка. С одной стороны, понятно, почему. С другой стороны, несколько моментов в том числе то, что если бы рухнул бы доллар в тот момент, то бы, в принципе, был хаос, который недопустим сейчас пока еще. Так что есть не только отрицательные положительные моменты, что он не рухнул пока еще. Потому что для того, чтобы он мог его, знаете, взять, как в этом анекдоте, помните, как грузин говорил про свою тещу. Сейчас вытащил свою тещу за окно, держит так и говорит, всех своих тещи убивает, а я тебя отпускаю. Так вот, чтобы не отпустить так, необходимо, чтобы была подготовлена система дублирующая, заменяющая, настоящая. Если сейчас отпустить, то в любом случае это придет к краху мировому и выиграет этого не кроме того, кроме их штата. Это одна из причин и есть другие, уже другого плана, думаю, объяснять их не нужно. Наверное, я сказал то, что положительность присутствует. Так, ну здесь напечатано несколько вопросов одним человеком, наверное, потому что одинаковые, наверное, может вопрос интереса, но другие вопросы почитаем, чтобы было справедливо. поясню, прошу пояснить суть понятия качественного барьера. Ну, чтобы было понятно, вот подойдите к стене, как вы думаете, вы можете пройти сквозь стену? А если будете, так сказать, пытаться проталкивать сквозь стену, помните фильм, какой же, чародей, да, когда он разбегался и в стену вырезался, помните, да? А вот представь, что и так далее, и так далее. Вот получится, ну, получится, знаете, у кого? Вот эта стена для человека, потому что мы находимся в той же самой качественной системе, является барьером. Но, если посмотреть более подробно и внимательно, в принципе, 99% стены пустые. То есть, атомы, которые физики все в школе и в Чирпу, по крайней мере, знают, на самом деле, это ядра, они не стоят вот так вот, как решетки исторические, они просто висят в определенных зонах пространства и ядро, и между ядом и колоссальное расстояние. Почему мы не можем пройти с них? Потому что наша качественная решетка атомная, тоже действенно, если мы начинаем проходить, вот, пальцы, вот, пальцы одной руки, ну, вот так вот видно, если мы будем проходить вот так, мы натыкаемся на другие пальцы, пройти не можем. Но если мы чуть сдвинем, раз, пальцы проникают, раз, прошли, правильно? Так вот, для того, чтобы пройти сквозь стену через качественный барьер, нужно изменить себя так, чтобы сдвинуть свою кристаллическую решетку слоносканта, вот создать такую сдвижку, и тогда вы спокойно пройдете сквозь стену, и она перестанет качественным барьером. Это на земном примере. И некоторые люди это делают, но многие из тех, которые делают, при достижении этого эффекта, они блокируют свою эволюцию вообще. В этом случае, опять приведу одну восточную притчу, которая весьма наглядная в этом плане, насчет того, что кто есть мастер, три мастера собрались на соревнованиях, кто есть лучший мастер по боевым искусствам. Первый стал в центр круга, и люди стали бросать камни, и ни один камень до мастера не... А, увернулся, ни один камень не попал. Второй мастер стал в центр круга, люди стали бросать камни, и ни один камень не долетел одного мастера. Третий стал в центр круга, и ни один камень не полетел. Кто из них мастер? Так вот, понимаете, для чего нужно проходить сквозь стену? Когда удирать нужно, правильно? А если не нужно удирать, можно спокойно выйти через дверь, с моей точки зрения. Или нужно к череде разбегаться тысячу раз, пока не пройдешь, а вдруг получится, да? Но если, так сказать, убегать не нужно, из тюрьмы, и тому так далее, можно спокойно открыть дверь и выйти через дверь. Я предпочитаю выходить через дверь. Поэтому, так сказать, качественный барьер, вот на стене я думаю наглядно показал, то вот качественный барьер мы не можем пройти через то, чем качество не согласовано. То есть, мы на качество действуем на барьер. он качественно от нас отличается, и мы не можем с ним согласоваться. Если человек наработает у себя новое тело, сущности, с этим новым, отсутствующим качеством, то этот качественный барьер исчезает. То же самое, как я объяснил, как пройти через, так сказать, дверь, через стену, то есть, только в качественном барьере дверей не существует. Нет, бывает, иногда двери открываются, когда определенные изменения пространства и так далее, в том месте или ином месте открываются барьеры, или как бывали случаи, наверное, слышали, когда люди исчезали, появлялись гораздо позже, то есть, отсутствовали много лет, а зашли, прошли в одну точку, а вернулись обратно через много лет или, наоборот, из прошлого упали в настоящий. Вы знаете, такие реальные случаи были. Их несколько, ну, достаточно, они мало, чтобы делать выжить, что это реальные вещи. Просто об этом молчать не объясняет это, но тем не менее, это реальный факт. Поэтому такие возникают периодически по природным факторам и искусственные и так далее, и так далее. Но ждать у моря погоды, сидеть здесь, сядем вот мы с вами и будем здесь, когда здесь откроется переход. Ну, можно, посчитать, посидеть миллион лет, два. Вы сидите все, да? А я предпочит не ждать у моря погоды, создавать вновь качество самому, чтобы не быть зависим от ничего. Поэтому качественный барьер это действительно несподинение качества, то есть, другого качества. Вот пример, чтобы было понятно, вот, допустим, свет, хотя тоже наша материя, еще мы сами состоим тоже, но даже простой свет, хотя он из нашей материи, мы, допустим, пощупать руками не сможем. Мы можем почувствовать, как он нас нагревает, там и так далее, наши глаза, но руками его пощупать или положить на весы, как вы знаете, как привыкли, мы не можем, потому что мы подходим к нему мерками измерения, которые для него неприемлемы, другого качества совершенно. А если взять необходимый инструмент, то можно померить и свет, и взвесить и так далее, условно скажем так. Поэтому качественный барьер это действительно отличение именно качества, в прямом смысле слова, то есть, в присутствии того, чего у нас нет, или у нас, отсутствует то, что там есть, или так, или так. Но в любом случае, это различие по качеству. Так же, допустим, воздух отличается от воды, тоже разные качества. Мы воздухом дышим, ну попробуйте подышать под водой, кроме рыб, и никого не плыть. И то, рыба же тоже дышит кислородом. Если мы уберем кислород из воды, рыба тоже погибнет в воде, хотя они живут в воде. Поэтому, это тоже, так сказать, относительно отличие. Следующий вопрос. Почему поход в древнюю дровидию называется арийским? Участвовали в нем роды славянок? Конечно, это и есть славяно-ариев, поход славяно-ариев, сокращенно называется арийским. На самом деле, там присутствуют все четыре, так сказать, новых рода. Они были говорили на одном и том же языке, имели одну и ту же культуру. К тому же, ведическая культура атеистическая. Опять-таки, потому что понятие богов у наших предков было совершенно другое, чем вложили сейчас нам. Этим и дурят мозги людям. Да, кстати, забавно, что информация, что вообще тот же самый Иисупов, когда мы с ним говорили вчера, он сказал, что после прочтения моей книги в Викингбурге три священника отказали с собой с сана. Забавно, да? Вот и поэтому боятся, что если священники, понимая, что их ввели в заблуждение, отказывают с собой сана, наверное, это весьма любопытно. Опять скажет, левошад, врет и так далее. Опять придумал, чтобы сказать что-то такое. Ну, так сказать, можно сказать все, что угодно, но, по крайней мере, говорит, Иисуп мне это сообщил. И думаю, ему смысл врать, мне не вижу смысла. Так. Ну, во-первых, тоже вопрос, когда на сайте появится ваша книга закона исцелиться, пока еще не дошел до нее, потому что пока, мне кажется, нужно кое-что более важное закончить, пока еще время есть это сделать, делаю. И поэтому, когда дойдут руки, то, естественно, напишу, хотя кое-какие моменты, вот даже в своей автобиографии, я это в любом саписке, потому что, когда сталкиваться, я описываю некоторые моменты, которые можно уже использовать. Да и в других книгах тоже. Просто понимаете, в чем проблема? То, что приучили людей, что им все должна быть инструкция дана, методика. Пункт один, пункт два, в армии самая лучшая инструкция. Знаете-ка? Я служил в армии, офицер, он давно знает. Устав, пункт один, командир, начальник всегда прав. Пункт два, если начальник не прав, смотри, пункт один. Вот понимаете? Вот нужна такая инструкция. Вот не будет инструкции, но человек ничего не может сделать. Так вот, и возникает, когда люди привыкли, что их обучают по шаблону, по инструкции, людей отучают мыслить. Они уже не смысл смотрят, а просто повторяют, как попугаи, то, что им навязали. По крайней мере, в своей книге я излагаю, как я вижу, с моей точки зрения, даже лучше работать над человеком. Я не делаю инструкции, я просто ступенька по ступеньке ввиду человека, чтобы, если он внимательно читает, внимательно вникает, чтобы он пришел к пониманию, что за этим стоит. Не зазубрил, не выдал инструкцию, смотри, пункт один, пункт два, а именно понял. Потому что просветение знанием не может быть слепое. Просветение знания может тогда, когда человек осмысливает, понял эту информацию. Вот тогда информация становится знанием. И вот я в своей книге именно пишу так, чтобы было постепенно понятно, чтобы ввиду человека, как говорится, цепочку сдаю одного, второго, третьего. Многие не понимают, а зачем вот это нужно сейчас, зачем это нужно сейчас, а это нужно сейчас. Как мне сейчас, после того, как несколько новых глав второго тома России выставил, получаю письма, люди пришли, о, теперь нам понятно, зачем вы выстраиваете ту линию в первом томе. Естественно, то есть сначала устраивается фундамент, дается основа, а потом на нем настраивается все остальное. Если не станет фундамент мировоззрения, то просто строится, это будет просто строить, строится, развалится, как карточный домик. Поэтому, когда люди говорят, а вот зачем об этом здесь вот типа геопсихологии, там экономики, там все, потом десят, ну что вы читали, о генетике, там и так далее. Зачем писать об этом? Ну, казалось, когда есть крик, потому что без понимания множества, что еще поразили добились? То, что сейчас образование стало до того примитивным, и в России еще, к сожалению, тоже, что человек изучает до того узкую отрасль знаний, что ничего за пределами этой отрасли знаний он не знает и не понимает вообще. А большинство терминологий, которые используются, абсурдно, потому что, когда спрашиваешь, что стоит за термином, потому что я понимаю, что стоит за термином, а многие, которые называются ученые, начинают спрашивать, что стоит за термином, они не понимают совершенно. Потому что, извините, привыкли обозвать, вот забавно в этом плане психологи человека иногда. Вот когда мозг не хочет что-то воспринимать или ему сложно воспринимать, он готов принять любую ахинею, только режим, чтобы успокоиться. Примерно тому служит, что когда в начале 20 века был кризис физики, когда некоторые физики стрелялись, из-за того, что там потеря массы была. Была в 29 году генуи конференция физиков, где все собрались, что же делать, как же так, физика перестала существовать теперь. Масса потерялась. Вот не можем найти ее все, крышка нам. И встает молодой ученый, я фамилию забыл, итальянский, и говорит, а давайте назовем эту массу, которую мы не можем поймать, вычисли и так далее, нейтрино. Все бурно заплодировали и с тех пор все успокоились. И до сих пор еще никто никогда эту частицу не нашел. Даже другие термины придумываются чаще всего для того, чтобы заплодить мозги тем, кто, не знаю, как я уже приводил пример, когда, так сказать, в свое время Гайдар, пока он еще был живой, старушка говорит, ох, какой умный человек, я ни одного слова не поняла из-за того, что он говорил. Понимаете, а вот когда наука, в которой понимает терминатор, пять человек в мире могут разобраться в таких-то математических формулах, так какой толк от этой математики, если кроме пяти человек в мире то, что они там пишут, ничего реальности не имеющие, к тому же, могут разобраться, пользуясь. И какой толк от той науки, которая не понимает ничего и говорит, опять-таки, Верихов заявил, это с экрана повторяю слова, заявил, да, мы признаем, что 90% Вселенной это темная материя, и мы кое-что знаем только 10%, а все остальное мы не знаем. Да, мы признаем. 90% неизвестного, и они говорят, что они ученые, и говорят, что они знают истину, и что вот они-то являются настоящими учеными, не знают 90%. И еще и заявляется следующее, если что-то можно объяснить проступным, его слова, дословно, простым, доступным языком, это лженаука. Но вот когда говорится так, что я не беременца ни одного слова не поняла, как старушка говорила, это умный человек, это, оказывается, наука. С терминологией закрывается невежество, и наука это очень часто использует, потому что когда нет возможности объяснить, придумывают такие вот терминологии, которые показывают только для своих, чтобы свои понимали, что это обман, а другие никто не понял. Следующий вопрос. Если погибает планета, куда девается сущность космического уровня развития? Если погибает планета, сущность космического уровня развития уходит на другие планеты, если они не могут. А если действительно космического уровня развития, то, во-первых, зависит от какого уровня, то они пытаются восстановить планету, чтобы она опять стала живой. Это второй уровень, а третий тоже остается там же и блуждают, как все остальные, потому что если действительно погибает планета и нет, вот как астральное существо, это что такое? Это сущность вымыша животных, которые после того, что у них генетика исчезла, которые не могут воплощаться, приспособились разными планами к жизни. Одни положительные симбиозы, как эмбрион развития, это последнее обращение человечества, я расписал это довольно подробно, как в эмбрион входит человека, генетика человека входит в сущности более нижних уровней, временно входит, массу, биомассу развивает, до тех пор, пока возникает необходимый объем биомассы и минимального качественного уровня, чтобы воплотилась собственная сущность человека. И вот что самое интересное, именно когда вот меняется, кто занимался эмбрионологией, когда вот изучали, то на разных фазах развития эмбриона человеческого он повторяет разные виды животных, там рыб, земноводных, там присмыкающихся и, как говорится, млекопитающих примитивных форм. В том числе и жабры вырастают, хвосты, и потом все это исчезает. И, что интересно, вот когда происходит фаза, когда начался хвост был, потом он начинает отваливаться, жабры были, хвост появляется, к примеру, когда каждая фаза, это, например, каждый месяц происходит в университете эмбриона, когда происходит изменение, когда одна фаза проходит, другая фаза начинается, эти моменты часто опасны для выкидыша, когда женщина может потерять свой плод. А почему такое происходит? То есть ученые, те, кто занимаются, они это наблюдают, но понимания у них этого нет. Почему? Потому что для этого нужно понимать несколько больше, чем чисто факт выкидыша и изменения формы. А происходит это потому, что если по тем иным причинам та сущность, которая у себя, рыбка с хвостом, которая была, допустим, ее сущность вышла из биомассы человека, а по тем иным причинам в следующий уровень, эволюционный уровень, сущность животного не вошла, то биомасса погибает. Это смерть, микросмерть. Но и тоже самое интересное, когда вот это происходит, замена, в крови у женщины возникает огромное количество шлаков. То есть вот это изменение биомассы, когда биомасса изменяется, структура, выбрасывается очень много шлаков, и эти шлаки выходят через организм женщины. И это регистрируется именно в это время. Так что все очень просто, очень красиво, без всякой божественной природы все работает великолепно. Поэтому сущности ведут себя, как я сказал, так что остальные, которые не посчастливились в тот момент, если планета погибнет, они остаются на этой планете, привязаны к некоторых фильмах Хроники Марса. Помните, где вот сущности после гибели Марса, так сказать, атакуют там фильмы фантастические есть. В какой-то степени может иметь место быть. Но еще существует третий вариант. Если есть сущности космического масштаба достаточно развитые, то они будут перенести сущность погибшей планеты на уровне другой планеты, где жизнь не погибла, где можно дальше развиваться. И такой вариант существует. кто-то забыл в ту минуту. Так что все зависит от того, ситуация какая планета, где, что и как, и кто, что делает. Следующий вопрос. Ну, здесь вопрос о том, что смешение генетик, это происходит при войнах, то есть можно при эти войны. Немножко, иногда сложно развивать почерк. Но постараюсь другого вопроса, потому что непонятный вопрос, это сложно ли мне к сожалению почерк почитать. К сожалению, у меня почерк не лучше, если пишу руками, мой почерк, наверное, сам я с удовольствием читаю, так что не расстраивайтесь. Можно ли провести сеанс для снятия последствий маммограммы, томограммы, УЗИ, рентгены и так далее, сеанс против рака груди и так далее. Конечно, если бы провести сеанс против рака груди, это было хорошо, но это системное заболевание, его одним сеансом предупредить нельзя. Но если, допустим, думаю, что если вы скачаете отредный сеанс, то он для большинства будет работать хорошо, для того, чтобы поддерживать гормональную организму, в том числе и гормональную. То есть самая задача не допустить болезни, потому что болезни, уже если морфологические изменения возникли, что такое болезнь? Почему, допустим, медицина не может вылечить ничего? Дело в том, что проблема в том, думаю, это будет интересно всем или другой вопрос перейти? Интересно. Дело в том, что почему медицина в принципе не может вылечить, только в лучшем случае чуть поддержать человека, в лучшем случае. Ну, я не беру тот случай, там, думаю, трону забезут, вырезать механического плана действия. Дело в том, что болезнь возникает тогда, когда ткани, нашего организма изменяется, потому что от чего? То, что инфекции, ну, бывают чаще всего под действием инфекций разных, которые попадают в организм, для них наше тело становится и домом, и туалетом, и всем остальным. Свои продукты жизнедеятельности, которые они поглощают из нашего организма, они выбрасывают в наш с вами организм это токсины, активные химические вещества, которые, попадая в клетку, в наши клетки с вами, стимулируют, приводят к появлению новых химических соединений, то есть связываются химические с другими веществами внутри клеток и разрушают те связи, которые были. В результате чего клетка морфологически изменит, что такое? Структура меняется. Была одна, стала совершенно другая. В большей мере системе зависит от поражения. И поэтому, когда такое происходит, и органы начинают сбой давать, он не начнет работать в порядке, то некими средствами медицинскими восстановить процесс невозможно. Химия тем более, допустим, травы еще более-менее могут помогать в каком плане? Они могут пытаться компенсировать те функции, которые органы наши перестали выполнять. То есть, если какой-то орган урабатывали на вещества, добавляя то, что не хватает, так сказать, компенсационные функции выполняют. Но это очень временно и так далее. Ничего хорошего не придет. А организм, болезнь продолжает развиваться и ухудшается все больше и больше, пока не достигает критической точки и уже, неважно, что делается, уже организм не может выдержать и так далее. Поэтому медицина, при всем своем желании, никогда не сможет лечить человека в том варианте, как он существует сейчас. Потому что для того, чтобы улучшить человека, необходимы измененные органы, измененные ткани заменить на совершенно здоровые. Такое, допустим, когда я работаю, именно дело это. То есть, если орган поврежден, то после завершения работы орган станет совершенно здоровым. Это показывает не только мои слова, это рентгены и так далее, и так далее. Все тесты показывают, что орган стал здоровым. То есть, был таким, как он должен был быть до появления болезни. Если это не сделать, болезнь не исчезнет. Это реально. Но для этого медицина еще не доросла и даже не смотрит направление, а пытается продолжать. Потому что они превратили в бизнес. Почему? Потому что, чем больше человек болеет, тем выгоднее. Человек становится постоянным их клиентом. А если вычесть почитать побочные эффекты от этих лекарств, то якобы леча одно, количество гораздо больше. И получается, что человек начинает отличить от одного, а в конце он завершает свой личность всего сразу. И за все это человек платит химию. И химию платит тысячи раз процент. Они зарабатывают тысячи процентов на той химии, которую они впихивают в человек. Прибыли. Все идиотская, мерзкая, суперприбыль. Ради чего социальные паразиты готовы угробить всех и вся, но готов набить свои карманы. И поэтому для современной медицины, я не говорю, что нет людей нормальных, которые действительно хотят помочь, но по сути за фронтологические концерны, которые стоят за медициной, выгодно, чтобы все болели. Не выгодно, чтобы человек выздоравливал. Вот такая ситуация. Следующий вопрос. А насчет сеанса. Я могу последствия убрать, но профилактику нужно делать, если бы рака не было, если он есть, то его нужно убирать другим способом. А убрать можно профилактически. Мне было один раз, когда человек пришел, рак уже есть, но он еще не выявился, не проявился на физической форме, то есть еще опухли нет. Я говорю, смотрите, у вас сейчас ничего нет, но если вы хотите его убрать, он у вас не появится. И он убрал, это действительно быстро. Но обычно человек об этом узнает, когда у него уже все есть. Тех, кто к этому несколько случаев, когда я говорил, и даже говоришь, это не это пока еще, но вот уже он сформировался, и вот через некоторое время проявится. Могу сейчас убрать, если хотите. Человек говорит, идет, проявляет к врачам, врачи проявляют, ничего не обнаруживают, говорят, у меня ничего нет, так я же говорил, что сейчас пока нет, это будет. И что же вы думаете? Через пять лет появляется, ну дождался человек кто-то, кому-то нравится так. Следующий вопрос. Вопрос такой. Возможно, я знакомлюсь с книгой Иисус Христос и языческий Бог, и существует ли русский вариант? И второе вопрос, я не на то, что сегодня делать взрослым людям не индиговой краски и без ментальной школы. Ну, во-первых, возможно, я знакомлюсь с книгой Иисус Христос и языческий Бог. Я могу сказать следующее, что книга это есть в таком вагнитском варианте, и только тем, наверное, сохранилась там, где кто заказал до выхода в тиража в продажу. Потому что после выхода в продажу книга была изъята, во всем магазинам была разгромлена та типография, которая копирайт авторские права имела на эту книгу. То есть авторы имели глупость передать компании исключительные права. И это была глупость не только автора, но и компании, потому что в результате этого компанию разорили, и, как разорена компания, конфисковали все, в том числе и диски с этой книгой. Поэтому эта книга есть, у нас было две копии этой книги. Моя жена одну книгу дала почитать, до сих пор ее читает уже лет шесть. Вы понимаете, почему, да? Вторую книгу, естественно, мы ее давать не будем, потому что, даже если хороший человек, но все равно уже рисковать нельзя, потому что, если не вернут, не будешь потом бегать за человеком и говорить, давай, давай книгу. Поэтому она есть в английском варианте. На русском варианте я не видел пока еще перевода ее на русский язык. потом, когда дают руки, может быть, будет просканирована книга и выставлена уже просто в сканированном варианте, но опять-таки могут обрушиться те, кто выкупил права, сказать, какое право вы имеете, у нас есть исключительные права и так далее, и так далее. Тут, видите, как хитро построена система. Чтобы не допустить ничего, но те книги, которые проданы, они реально существуют, не все, но сохранились. А что делать людям? Понимаете, не окраски. Индиковые краски в основном появились после 95-го года, когда были освобождены кармы, сущности, еще не воплотившиеся. Но это не значит, что все родившиеся дети после 95-го года индига. К сожалению, даже те, которые родились с индигом, качественно, это не значит, что они идут и правильно развиваются. Очень часто их тут захватывают разные секты, церкви и начинают им мозги пудрить насчет божественной природы и так далее, и так далее, и так далее. И такие, мне, честное слово, жалко. Что касается взрослых, которые не попали с счастливой стали индиг, понимаете, это не значит, что если человек не имеет чего-то, не значит, что можно спустить руки и сказать, ах, у нее нет сейчас данный момент, значит, никогда не будет. Для того, чтобы было, необходимо себя развивать. И зависит от того, как вы себя разовьете, это будет ясно, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Появится в противоположении то, что одни способности, другие, третьи и так далее. Но для этого уже развивать, не просто сидеть, делать что-то, просто сидеть, ждать у моря погоды, а именно действовать, потому что, опять-таки, вот те знания, которые я излагаю в своих книгах, они не заменят развитие, они только дают понимание, без которого невозможно, с моей точки зрения, развития. Понимание, если вы правильно понимаете происходящие процессы, и вы начинаете действовать при правильном понимании, то вы тем самым себя меняете. Да, кто-то, может быть, не добьется в этой жизни того, что он развьется такой ступень, где откроются те иные качества. Но, безусловно, он изменит свою генетику и своим детям передаст генетику уже более высокого уровня. А это тоже очень важно. и кроме этого, даже для того же самого человека, может, в этой генетике, в этом жизни человек не добьется результата, но развивая себя, все равно человек поднимется гораздо выше, чем был до того момента. И когда в следующее воплощение войдет новое тело, он уже войдет в генетику более высокого уровня, и ему будет гораздо проще развить эту генетику и реализовать себя. То есть, понимаете, мы привыкли, нам вбили, что вот наша жизнь это все и вся. Наша жизнь это все прошлые жизни и будущие жизни. Поэтому, конечно, хочется, чтобы в этой жизни все было сразу и без хлеба, да? Но не всегда это получается. И в одном это зависит от нас, потому что очень многие приходят, вот что нам делать, да? Вот, по разным вопросам, в том числе и в стране, что происходит, приходят, вот что нам делать? Как же так? Вот что же нам делать? Ждут, чтобы кто-то дал команду. Делай вот это, делай вот это. А я всегда говорю, даже если каждый человек на своем месте будет поступать по чести и совести, то уже многое может измениться. Но большинство людей боятся действовать по чести и совести. Почему? Потому что это может проблема быть. А вдруг по башке получу за это? А вдруг работу потеряю? А вдруг вообще там еще что-то будет? И сразу. Такой вопрос. А зачем спрашивать? Что будет? Что делать, точнее? Зачем? Если человек не хочет ничего делать или ждет, чтобы кто-то другой сделал, сказал, пожалуйста, кушайте на здоровье. Да и делается многое. Но если человек не будет сам делать, если человек сам не будет стремиться вот даже в развитии, ничего не изменится, потому что за него, вот, примером хороших служб то, что проводил семинар, еще раз подтверждив, что правильно, что я не делаю так, а просто потому, что человека быстро можно перестроить. В марте проводил семинар, когда преобразование происходило. Те люди, которые, ну, я демонстрировал, что это возможно, вместо того, что по моему совету начинать понимать, изучать и разбираться во всем, тут же начали скинуть, перестраиваться других, уже лечить и так далее, не понимая ни бельмеса, ни в одном, ни в другом, но зато они считают, что они вот это готово. Нет, чтобы изучить, понять, осмыслить, что это такое, причем лечить, взять что-то, взять, хорошо, а что это такое, изучить, то же, что медицина накопила, к примеру. Медицина не все понимает, но, допустим, анатомию, физиологию, там, патологии, которые появляются, все-таки факты есть, это реальные факты, и на этом базе возникло понимание, потому что, вот удивляюсь, когда врачам начинаешь объяснять, механизмы действия внутриорганизма человека элементарные, у врачей возникают глаза на лобу, а нам этого не объясняли, я говорю, как же не объясняли, вот пример, чтобы было не просто голосов, но пример, то же самое сахарный диабет, у человека повысил сахар в крови, что врач делает, тут же, или таблетки, или сразу на инсулин, правильно? Я говорю, ну извините, а почему так? И что такое сахар, высокий уровень крови сахара означает? Означает следующее, что в нашей крови в данный момент уровень сахара выше нормы, а теперь, что контролирует уровень сахара в крови? Печень, потому что наша печень изымает избыток сахара, естественно, мы сегодня поели, вот вы съели торт, шоколад, или сладкий арбуз, в момент, когда вы едите, у вас только сахар почти в крови есть, правильно? Там белков особо не найдешь, правильно же? Естественно, в этот момент в крови очень много сахара. Что делает печень? Избыток сахара переводит из растворимого состояния нерастворимый и откладывается внутри клеток печени. Когда уровень сахара идет ниже, допустим, необходима норма, нерастворимый сахар из клеток печени возвращается в растворимый и поваляется. И таким образом печень регулирует уровень сахара в крови. Инсулин, который выражается в прожелучии, это дополнительный механизм для расщепления дальше сахара на более простые компоненты. Так вот, вопрос. Это известно, то, что я рассказал насчет печени. Известно, по крайней мере, когда я учился в школе из анатомии физического человека, в восьмой класс, когда я учился был. Каким образом врачи сложить дважды два не могут, я не понимаю. Потому что сопоставить, что высокий уровень сахара в крови проверили, печень тоже. 50% случаев высокий уровень сахара в крови проблем в печени, а не поджелудочной. А теперь, если поджелудочный в порядке, проблем в печени, а начинает колотная инсулин. Что начинается? Атрофирование поджелудочной железы. А теперь скажите, что большинство диабетиков имеет в результате проведения инсулина? Атрофирование поджелудочной железы. нужно дальше что-то говорить не нужно ну извините, вот это я сказал здесь только используя чисто медицинские знания я не ее-то не применил того, что я еще знаю дополнительно, понимаете то чисто, что вы можете прочитать учебников физиологии, анатомии и патоанатомии, и патофизиологии и написано черт возьми и все это учат и что творят ну и так далее так, следующий вопрос можно ли использовать в светлых целях энергию церквей, мечети синагог а то утечки на сторону получаются не по хозяйке как-то вот сейчас здесь чувствуется хозяйская рука ну во-первых, вы знаете использовать ту энергетику которую собирают в церквях и так далее да, прежде чем про открытие вы знаете, что было в нашей настоящей империи для чего служили так называемые храмы ну, называются сейчас церквями и они стояли почти в том же виде практически в том же виде за исключением внутренней атрибутики знаете, что там было? школы школы для детей потому что храм, он построен так что он работает как линза позволяющий детям очень быстро развиваться правда для того, чтобы правильно развиваться нужно закладывать соответствующие правильные задачи ставить так вот, паразиты только поменяв вывеску из тех же самых храмов превратили их в церкви и вместо того, чтобы помогать развиваться откачивают из людей приходить потенциал очень сильно и вопрос, можно ли использовать ну, для того, чтобы использовать для чего-то работу может только качественное что-то а если откачиваются у людей, которые не развитые еще у них все хаос это хаотический энергетик который пользуется это когда черный годится для того, чтобы он не будет в сознании людей а нужно эту энергетику очистить и так далее что нужно делать? нужно освобождать людей которые попали в плен и не понимая того стали просто как говорится придатки к этим системам и висят на них и эти системы их откачивают постоянно через теленный механизм поэтому использовать не нужно а вот бороться с этим нужно это следующее наверное тоже будет как можно развернуть современную науку к правде и здравому смыслу ходят миллиарды на пояс черной кошки в темной комнате при помощи сферического коня в вакууме тоже не по хозяйски ну это ну согласен это здорово когда не по хозяйски действительно не по хозяйски а нужно дурить народ создавать, что наука что-то понимает вот они дурят Клайда создали для чего и что он даст? да ничего не даст то, что уже информации есть достаточно для того чтобы понимать все и что к чему так вот вопрос что нужно уже современная наука если они признали официально не только в России что мы знаем только что-то о 10% и ничего не знаем о 90% это в принципе подпись в полном своем фиаско потому что ничего не знаю о 90% это значит что ни черта не знаю вообще только лишь наблюдения которые действительно реальны и никто не задерживает что они достоверны и так далее а вот объяснения вот этих наблюдений которые реальны все почти мимо бац-бац и мимо потому что не зная с моей точки зрения какие-то выводы можно иметь и считать что ты имеешь право утверждать что твои выводы имеют основания имеют место быть когда у тебя в наличии порядка 70 не менее 70% необходимой информации о чем ты заделаешь выводы там ты можешь уже немножко аппроксимировать то есть довершать так сказать добирать эти 30% потому что уже фундамент какого-то уже есть а когда только 10% то выводы понятно какие будут 90% темной материи которая ничего не откроет кроме того что она есть и никуда не денешься но здесь чисто вопрос по по поводу перетекания из ну это же чисто уже по книжке но это когда будет лекция тогда может быть объяснение а сейчас это считать где наверное может быть интересно но далеко не всем так следующий вопрос ну спрашивают в Америке в Европе набирает популярность школа ангелов используется энергия энергетическая терапия уже больше 30 тысяч участников эти паразиты о которых вы рассказываете в своих школах ну лекциях но в принципе в основном да потому что то что понимает во первых как люди используют незнание опять скажу я разделяю две категории есть незнание и есть невежество чем отличается по моему понятию опять таки говорю незнание это вполне естественно состояние человека то есть человек не может знать и все и вся это и я много еще не знаю и так далее и так далее но чем отличается незнание то что человек не зная что-то пытается это осмыслить и у него появляется информация он это познает что такое невежество когда человек не хочет знать ничего потому что он просто не хочет его устраивает то что есть вот две категории потому что незнание это нормально и не нужно бояться что кто-то не знает чего-то это нормальное состояние вот другое состояние когда человек не хочет знать еще упирается рогом говорит а мне это так лучше ну лучше так пожалуйста но тем не менее поэтому когда люди действительно разводят направо и налево с ангелами и тому подобное и тому подобное то просто удивляюсь я уже писал вот оберег случаев когда там людей на контактах их как обманывают паразиты и таких случаев очень много и вот тоже начинают вещать тоже другой вопрос к этому то есть тоже читал прислали на интернет а вот как относится тем кто кто послание от Христа Будды Кришны и так далее вот люди вот я я есть Христос начинают вещать да во-первых Христос это не имя даже это переводится как слово Мессия поэтому так сказать люди не понимают или как тоже многие контактеры разводят направо налево и действительно этот тест на понимание начинают называть созвездия которые мы все знаем мы пролетели в Плеяд понимаете вот что специально обращаю внимание когда анализ сказок проводил о Ясном Соколе когда Насика прилетала на планету другую одну вторую третью десятую каждая героинь которая встречалась всегда говорила я та которую вы зовете допустим Тарой или Карой и так далее понимаете не мое имя а я та которую вы зовете то есть давай понимать что вот у вас я знаком для людей как так но это не значит что это я на самом деле есть потому что мое имя настоящее Николай Левашов это мое земное имя которое мне родители дали и так далее но мое имя другое есть понимаете так и здесь и когда прилетает начинает говорить что мы прилетели из Плеяд или из других звездий это говорит о том что развод людей направо налево потому что никогда говорится человек допустим приехав в другую страну не будет говорить что допустим он так эту страну называет правильно другие люди допустим он будет говорить я допустим я из России а что такое Россия а вот это такая страна и так далее понимаете то есть ну люди не задумываются просто они устраивают что назвали их созвездия которые чисто условно существуют это мы спроецировали они в плоскости хотя они в объеме находятся объединили их потому что мы видим в объеме но проецируются на плоскости нашего зрения и объединили звезды которые многие находятся на огромном расстоянии друг от друга а некоторые звезды при внимательном рассмотрении окажутся удаленными галактиками, но они входят в созвездия как звезда, например. Но это уже сейчас только астрономы выяснили это, что это целая галактика, а не точка на небе, которую определил солнечное созвездие. Понимаете? И вот начинают лапшу навешать, а люди довольны, вот с инопланетянами. Вот если такое обращение уже сразу говорит о том, что дело не имеется не с инопланетянами, а с земными паразитами, которые разводят направление. И самое интересное, то информацию выдают на уровне того понимания, которое есть у тех, кто с ними контактит, не выше. То есть снимает с мозга и тут же выдаёт то, что они ожидают и так далее. И мне жалко таких людей, потому что вместо того, чтобы они действительно осмыслили и пошли вперёд дальше, они застревают, их разводят, а чаще всего потенциал отбирают, используют свои цели, а люди даже не подозревают об этом. Поэтому моментов таких весьма много и запопытно, но это действительно очень долго рассказывать, и у нас сколько ещё времени есть, но тем не менее, пройдём следующий вопрос. Вопрос. Сейчас психологи часто используют метод системных расстановок по методу Хеллингера. Слышали вы про этот метод безопасности или иного? Но вы знаете, про этот метод я не слышал, поэтому говорить особо не буду, но могу сказать про психологов. В общем, психологи, значит, они делают дело с психикой, так? Логично? Логично. Вопрос. Это не мои поиски, не мои выводы. Совершенность психологии не может дать ответ, что такое сознание, что такое память, как формироваться психология, как формироваться память, сознание и так далее. Вопрос. Что они могут сделать, сделать выводы о другом? Это основа их профессии. Да, можно намечать определенные проявления, опять-таки верхушка айсберга, но это будет только косвенная рекомендация, чисто условная. Потому что, даже удивляясь, есть столько фактов, то, что там психологи накопленные, казалось бы, изумительных фактов, которые, ну, подумай, черт возьми, подумай, но не думают. К примеру, по английскому multiple personality, то есть раздеврение личности, слышали такое явление, да? Кто-то слышал, наверное, да? Когда человек ведет себя по разному разу ситуации. И вот начинают придумать теории, психологи придумают, что вот в детстве ребенку не дали конфеток, ну, условно, я утрирую немножечко, и вот он, обидевшись за то, что, так сказать, ему не дали конфеток, он создал внутри себя альтернативную личность. Фразу, которую придумывают, альтернативную личность. И вот когда у него возникает такое же эмоциональное состояние, он переключается к защитным механизмам, на эту альтернативную личность. Ну, во-первых, если это альтернативная личность, а что такое личность вообще? Если психология не знает, что такое сознание, что такое память. Альтернативная. Где он ее хранит? В том же самом мозге. Как хранит? Почему хранит? Ну, Бог с ними. Следующий момент такой. Так вот, известны случаи, когда люди, которые имеют такую болезнь, именно вот разделение личности, допустим, в одном состоянии у человека больной диабетом, а в другом состоянии у него диабета нет. это что получается? Человек, который создавал альтернативную личность, специально думал, чтобы вот, когда он личность альтернативной будет, будет с диабетом или без диабета, просто второй. Ну, это абсурд. Неужели вот такой факт не дал возможности им задуматься? Почему такое происходит? Такой факт не единичный. А в чем дело? А дело в том, что не альтернативная личность, единственное, что правильное эмоциональное состояние выбивает из человека, из человеческого тела, его родную сущность и входит в другую сущность, и которая действительно мыслит совершенно по-другому, и память свою имеет, и так далее, и так далее, и так далее. Когда ситуация меняется, опять другая сущность входит, и так далее. Таким может быть входом в несколько сущностей. И такие вещи реальные, и сейчас это трагедия, это трагедийские случаи и печальные, но тем не менее это реальность. Опять-таки, когда в 91-м году я читал, делал представление в Архангельске, я там тоже какие-то явления объяснял, я привел пример, когда был известен случай, что одна женщина, которая была в пуританском воспитании, молодая девушка, точнее, никогда не было, в ее сознании не было с мужчиной, а потом, утром не раз проснулась и обнаружила что она беременная. Чем вам не порочено зачатие, да? То есть, женщина знает, что никогда не была с мужчиной, а утром просыпается беременной, да? Так вот, в чем же дело? А дело в том, что, когда эта молодая женщина ложилась спать, с нами всеми происходит, в нашем случае наше тело покидает, и мы гуляем по разным уровням, земным чаще всего. В это время наше тело защищено, защита, и никто не может в себя влезть туда. Но если по тем или иным причинам эта защита нарушена, в наше тело может скачать другая сущность. И вот с этой женщиной, с девушкой происходило, что ее сущность стала уходить гулять, пустое тело, стала без присмотра, забыла двери закрывать, скажем так. А другая сущность в нее уходила, женская тоже, которая была несколько другого поведения, и вела бурную ночную жизнь. Утром та уходила, а та входила. И они друг друга даже не знали. Забавно бывает ситуация, да? Когда я этот пример рассказал в Архангельске в 1991 году, мне передали записку, попросили вот так, ну, аналогичный случай. Я попросил потом пройти после представления, чтобы, ну, не буду же делать при присутствии всех. И случился другой случай, что у людей дочь, которая тоже так, шла ложиться спать, после чего Чернигода просыпалась, никого не узнавая, всем мат-перемат, расталкивала, выскакивала и шла в совершенно другое место, где, как говорится, был мужчина, тоже пьяница, который, ну, почему, тоже объясню, почему, тоже пьяница, и которая, ну, они были близки там, она была с ними близка. Утром она возвращалась, и она ничего не поняла, что происходило. А что получилось? Была семья, муж и жена, пьяница. Жена умерла, и ее сущность не успокоилась, так сказать, нашла дорожку к этой девушке, прыгала к ней и шла, чтобы ее муж там не изменял ей с другими. Неплохо нашла дорогу, да? Это реальный случай, конечно, не так часто случается, но реальный. Следующий вопрос. Участливый есть ли новые исторические факты, относящиеся к Великой Тартарии? Как быть Демидовым, Берингом и так далее? Понимаете, дело в том, что, конечно, фактов очень много, и в дальнейшем я буду продолжать работу над книгой и приводить их. И некоторые факты такие, убийственные, но пока еще предъявление не говорить, потому что нужно, чтобы кое-что произошло, а потом будет говорить, которые вообще, так сказать, поставили все точки на дни. А то, что многое было переделано и, может быть, по-другому объяснено, понимаете, вы спросите о Демидове. Дело в том, что, если вот кто читал одно из первых изданий «Возможности разума», там статья о замолченной истории России первая, вторая. Там я принял карту времен Петра I на 1717 год. Так вот, по этой карте видно, что Московская Тарталия или Московское княжество доходило только до Уральского хребта с западной страны. За Уралом была другая империя. И мне, опять-таки, в Первой британской энциклопедии все это описано и так далее, где четко показаны границы и тому подобное. Что до 1775 года Московское княжество или Московское царство доходило только лишь до Урала. И только с началом XIX века все остальное было происходило после войны между старой и новой династией. Это примерно сейчас. Вот Украина откололась от России, да? Стала самостийная Украина. Или там пишут, что вообще все было украинским. Вообще все, да? Вот представьте сейчас такую ситуацию. Украина нападает на Россию, возникает война, братоубийственная, между прочим. Украина побеждает, я говорю, а всегда была Украина от западной границы до Дальнего Востока. Правда ли это будет? Нет. Так вот и здесь многие вещи припутывают. Демидовы были, просто они, их заводы были с западной стороны Урала, а не с той стороны. Потому что Урал, он же хребет, большой дом, и территория, так сказать, была и там, и там. Так что, а насчет Беллинга, и так далее, это уже не Беринг был, не при Петре Первом это было, а совсем другая, это уже территория давно была исследована. Только просто много фабрикаций делается. Почему? Потому что после того, как была разгромлена Великая Тартария в 1775 году, это факт стопроцентный, так сказать, Романовские, Романову послали, Екатерина Вторая была, как раз время, послала своих чиновников, чтобы они установили границы после победы, территория в основном была захвачена именно Романовым, там почищали все и вся, что можно было, очень много почистили, но далеко не все, и устанавливали границы. Естественно, послали экспедиции, чтобы никто их туда не пускал раньше. То, что Романовы захватили власть, это они, Романовы были поставлены западным миром, то есть паразитами социальных, которые уже были захвачены, захватили западную Европу. Папа Римский стоял за Романовым, и они представляли именно выгодные тех, кто их поставил. То есть до Романовых, до смуты, кольца, начало 17 века, великая смута, которая была, был совершенно другой устав, совершенно другое правило, традиции и так далее, и никто не думал, что, так сказать, Россия в то время занимает. Просто переписывая десятки раз, фальсифицируя все и вся. Поэтому, так сказать, многие вещи были реальны, только интерпретация была дана другая. И когда говорят, что, помните, Ермак пришел и Ивану Грозному положил Сибирь к ногам, правильно? А те, представьте себе, если бы Ермак действительно всю Сибирь и до Дальнего Востока принес к ногам Ивана Грозного. Во-первых, это была там империя большая, которую Ермака бы не пустили и воевать нужно было. И не с теми, которые там описывают. А даже просто пройти территорию заняло бы не один десяток лет, между прочим. В одну сторону и в другую сторону. Явно, чтобы, если бы пошел Ермак в поход, он бы вернулся из него глубоким стариком и навряд ли бы, если бы живой остался Кришном, и навряд ли бы он смог продолжить Ивана Грозного, потому что он правил 50 лет с лишним. То есть, навряд ли бы успел. Если бы успел, то в самом подконечении жизни. Это первое. Второе, почему дурит? Потому что Ермак не Сибирь и Дальний Восток присоединил Ивана Грозного землю, а только земли между Волгой и Уралом. И там действительно он сталкивался с теми племенами, о которых он пишет. Действительно, но никакой Сибири и Дальний Восток. Даже вспомните бывший Ульяновск, как его называли? Симбирск. То есть, Сибирь это называлось территорией именно между Волгой и Уралом. Просто передвинували название и все скамуфлировали, как будто это совершенно новое. Так и было и всегда. Понимаете, ложь до того масштаба больших, что даже трудно представить. Следующий вопрос. Так, вопрос такой. Нужно немножко ответить. Скажите, почему, пожалуйста, какие условия вы ставите людям с перестроенными мозгами по использованию новых возможностей? И вообще на ваш взгляд, когда нельзя вмешиваться, что нельзя делать и почему? Во-первых, нельзя вмешиваться, пока человек не понял, что есть что. То есть, пока вы не понимаете, с чем им эти дела, не разобрались, не поняли, для себя в первую очередь. Вмешиваться нельзя ни во что, иначе вы навредите и себе, и тому человеку, который делает, и себе, и тому, кому вы делаете. Что уже есть наглядное подтверждение горе опыта тех, кто это пытался делать после того, как это произошло в семинаре в марте. Кто достойный, достойный будет опять-таки отбираться, когда будет, если все будет хорошо, будет, действительно, проводиться обучение, только обучение будет сначала с того материала, чтобы человек понимал, то, что в книгах я пишу, чтобы разбирался, потому что без этого фундамента, с моей точки зрения, никуда лезть вообще нельзя. И вот, когда человек освоит этот фундамент, и он покажет, что он действительно и достоин по своим качествам, и так далее, и понимает, что к чему, вот тех людей в дальнейшем будет проводиться преобразование, и опять будет идти в дальнейшем во много этапов. Потому что сначала будет обучаться одному, то есть тому же самому лечению, почему? Потому что лечение позволяет с минимальным риском получить навыки и опыт, без которого вообще нельзя идти дальше. Потому что принцип лечения тот же самый, как вы применяете при других сканированиях. Ну, там вот в моей автобиографии я расписывал пять ступеней. Кому интересно, почитайте. И вот, когда человек действует так, неважно, он действует при лечении человека, потому что анализ такой же микромира и макромира, разницы нет. Но если человек это не делает правильно, то получает курица как чернобыльского, хотя лучше получалось как всегда. Да, вот и будет так. Следующий вопрос. Ну, спрашивают убрать привязанность к курению. Ну, в конце я буду работать и постараюсь. Конечно, это поможет, может, не всем, потому что карты человек индивидуальны, но очень многим помогают. Надеюсь, кто-то написал, вам тоже поможет. Николай Викторович, отрадно видеть и слышать вас на ТВ, в СМИ, пусть и в резном варианте, но уже прорыв. Что изменилось, и что произошло? Наверное, те, кто блокировал, поняли, что дальше нужно что делать, особенно ситуация, которая была, потому что, к сожалению, то, что СТС показали, они показали очень мало, и из того, что не показали, трудно что-то сделать. Но вот, опять-таки, что сняли, вот будет ясно, в воскресенье будет программа по пятому каналу TV5, где там сняли, тоже говорили, что покажут все без, как говорится, без искажений и так далее. Ну, приходится верить на слово. А что это получится, не знаю, но то, что уже произошло, по крайней мере, без искажений, я могу сказать, вот есть такая газета, может, кто не знает, мы уже видели, да? Где, по крайней мере, напечатали статью, кстати, автор тоже здесь находится, статьи, моего интервью назвалось, это статья, назвать статью «Антироссийский антициклон». где полностью по всем пунктикам расписывается, что и как происходило и почему, кто за этим стоит. Не просто так, а именно с подтверждением фактов. То есть, аргументация, она была приведена весьма весомая, то есть, ее опровергнуть, в принципе, невозможно. Но что мне сегодня утром сообщили еще следующие забавные информации. где-то четыре дня назад, то есть, или, получается, как вторник и среду этой недели, Китай обратился в ООН с нотой протеста против того, что США применило метеороматическое и геофизическое оружие против него официально и предъявило обоснованный иск от ущерба, нанесенного искусственно созданными ураганами, ливнями, наводнениями и землетрясениями. Это случилось четыре дня назад, а американцы пока не ответили. Китайцы предоставили полные данные по наблюдениям, то есть, у них система слежения очень хорошо отлажена, неплохо в этом плане, и они все предоставили доказательно, представить, что наводнения и землетрясения были созданы искусственно благодаря оружию, которое применял США. Так что, желающие обвинить, что то, что написано здесь, это бред сумасшедшего, но тогда получается правительство Китая тоже сумасшедшее, потому что они говорят, но забавно то, что получилось, почему-то китайцы стали говорить об этом после того, как я сказал открыто. Это странное совпадение, или не знаю, но тем не менее, может боялись, а скорее всего пока это оружие было действовало, они молчали. А вот когда было оружие уничтожено, они заговорили. А почему? Потому что, а если оружие еще действует, а вдруг они еще как-то ухнут, да? А если оружия нет, тогда можно спокойно говорить, да? Понимаете? Это как раз сильно, как раз сильно тому, что, как вот мне стало известно относительно недавно, потому что нас очень много скрывает, что когда американцы сбросили на Японию, на Хиросиму, многостатки бомбы атомной, вы все знаете, две бомбы, собирался тайный императорский совет, и собирались и спрашивали, что будем делать? Будем дальше воевать, или сразу лапки вверх? посовещаясь, если бы пришли к выводу, если бы американцев было больше бомб, они бы сбросили, значит, если сбросили две бомбы, значит, больше нет, значит, можно дальше воевать, и продолжали воевать, и только после того, наши войска в течение месяца окружили, капитулировали, Квантунская группа армии, то есть прочислили, ну, все военные силы, основная часть, 2,2 миллиона человек, только после этого японцы подняли лапки вверх, так что в победе над Японией американских ролей никакой нет вообще, приду такую справку, чтобы вы знали, крупнейшее сражение на Восточном фронте между Японией и США, в котором со стороны американцев погибло 5000 человек, это самое крупное сражение Второй мировой там. Как вы понимаете, если бы они столкнулись с армией 2,2 миллиона, то число погибших было не 5000, согласитесь? Вот, а что теперь он преподносит, что это американцы сбросили атомные бомбы, они якобы заставили японскую ложь. То, что сбросили в основном не для японцев, а для Сталина, потому что Сталин бы из-за плана идти дальше и не только Японию взять, и на Аляску пойти, и т.д. и т.п. Вполне логично. Но, вот недавно тоже стала достоверная информация, доступная информация, которую еще, наверное, мало кто знает, ну, говорят, кто-то слышит, но единицы, о плане немыслимый, по-английски звучит unfinkable, то есть по-русски немыслимый. План начала Третьей мировой войны 1 июля 45-го года. Когда наши союзнички, американцы и британцы поняли, что Германия разгромная, у них ничего не получилось разрушить Советский Союз с помощью Германии, использовали, как говорится, мясо немцев, знаете, пушить на мясо как немцев используют, то увидев, что Советская Армия, Русская Армия громит по всем фронтам и вот-вот еще и все закончится, за нашей спиной они заключили и создали новый план, который назвали unfinkable, о котором было известно, но только недавно гриф секретности стал снят, и эти документы стали доступны для глаза, и уже это не предположение, факты. Что они рассчитывали? Они рассчитывали, что после победы над Германией техника Советского Союза будет изношена, люди будут уставшими, они будут расслаблены и так далее, и так далее, и это самый лучший момент нанести удар в спину от своих союзников якобы, которых никто не должен ожидать, ничего подобного. Плюс, что они делали? Когда им сдались 12 дивизий немецких практически без боя, в Дании, которые принесли в Дании, их готовили американские и британские инструктора для того, чтобы после выдать оружие и повернуть их штыки против Советского Союза вместе с американцами и англичанами. Хорошо? Хорошие союзнички, да? По этому плану они планировали разгромить Советский Союз и дойти до Урала и отвалить до Урала. А за Уральскую территорию рассчитывают, что растаскивают все остальные, в том числе Китай, даже Япония и так далее. Вопрос. Какие же у нас союзники? А что остановило? Знаете, что остановило этот план? Два фактора. Первое, то, что наши уничтожили Берлинский укрепленный район. То есть по всем военным канонам Берлинский укрепрайон считался неприступным. То есть взять его войскам считалось, в то время техникой, то есть безратом оружия считалось невозможным. Но когда наши войска его взяли и взяли еще, вы знаете, что наступление было не полностью закончено, подготовка наступления Берлинской операции. В курсе, да? Кто изучал историю? Наши союзники завопили. Пожалуйста, спасайте, потому что там немцы бьют. Спасайте, если вы не считаете действия активных сейчас, то нас всех размажут. Да, иногда бы уже поразмазали. Но это пошло. И наши вынуждены начать наступление на Берлинский укрепрайон, не полностью завершив подготовку. То есть что это означает? Лишние человеческие жертвы, если привести на язык другой. И тем не менее неприступный район был взят. Правда, наши ребята, наши отцы и дети заплатили своей кровью и немалой. И вот это американцев и немцев перепугало, этих там британцев перепугало очень сильно. Что еще фактор напугало? Ну, как вы понимаете, когда 10-12 немецких дивизий американцы и британские инструктора подготовили к военным действиям, ну, все-таки наша разведка работала хорошо и продажность была не столько, как сейчас, к сожалению. И понимаете, что это не осталось незамеченным. Естественно, план Анфитка был немыслим и был тоже известен. Поэтому, кажется, 29 июня наши войска были одноразово, уже достаточно было опыта 41-го года, поменяли свою дислокацию. И вот это поскольку в самый последний момент план немыслим был дан отбой. Вот взгляните теперь со стороны. Какие у нас союзники? И могут были у России союзники когда-либо быть? Скажите. Нет. И действительно Александр Третий говорил, говорил правильно, что у России только два союзника, армия и флот, свои. Вот так, другого не будет, потому что нас с вами ненавидят люто ненавистью. И в принципе, почему? Потому что признать, что территория России и русский народ и другие коренные народы России являются первоисточниками всей цивилизации, что Запад не был высокоразвитым, а только наоборот, все наоборот было. А им это не хочется, им хочется, чтобы они были крутые, а вот мы были, так сказать, а что еще? Вспомнил пока, как раз говорил о климатическом, я тоже по телефону давал интервью для интернета, ну, не знаю, выйдет или нет, и сколько, и журналист, который давал интервью, вот, я объяснил те же позиции, что в этой газете даны, напечатаны, вот, я тоже изложил подробно многие вещи, и она знает, а вы знаете, что главный гематолог России заявил? Говорит, что? Ну, это нормальное природное явление, такое природное явление было пять тысяч лет назад, самое главное, это главный гематолог, и все, ну, во-первых, если посмотреть на этот вопрос, и принять к сведению, что так и есть, получается очень интересная ситуация, нам всем с детства убивали, что в 10 веке наши с вами предки еще по деревьям лазили, и из нор вылазили, да, и ничего не имели, а оказывается, уже еще до того, как это было, а они уже вели метеорологические исследования за пять тысяч лет до этого, за четыре тысячи лет до этого, записывали все и вся, и так далее, сидя в своих норах в земле, у них уже были спутники, они изучали, откуда ветер дуют, наблюдая с движением циклонов-антициклонов, солнечной активности и т.д. и т.п. Это, с одной стороны, абсурд, первый, так? Второй вопрос, абсурдный, если пять тысяч лет назад велись исследования и записи есть, то кто что-то делал, если здесь, на территории Восточной Европы, где Московское Киевское Княжество было, скажем так, ничего не было. Значит, а получается, что тогда пять тысяч лет назад на территории была высокоразвестная цивилизация, правильно? Которая вела исследования и так далее, и так далее. Но, понимаете, два ляпсуса сделал один человек. То, что цивилизация была, это действительно так. Но в то время, я не думаю, что после катастрофы, которая там была не до уведения, так сказать, метеористских исследований, там управляли погодой и так далее, наши предки волхвы это делали, их обучали, то есть ошибок были, почему ли оно так делает. Но, тем не менее, понимаете, вот такое выступает чиновник и заявляет. Во-первых, если было что-то подобное, это было не пять тысяч лет назад, а три тысячи шестьсот, чуть больше. Но тогда бы было солнечное активное высокое, тогда бы не только в российской, на территории России современной, но по всему миру было бы резкое повышение температуры и так далее, что, между прочим, я о чем писал, кто читал главу в втором томе, я подтвержден, нашел, в дниках Платона, как там было описано. Приводится пример из древних источников в Индии и эллинов, которые к современным грекам никакого отношения не имеют, между прочим. И так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот такой, наверное, главный кинематолог выдох перл. Но, самое главное, все успокоились и все довольны. Следующий вопрос. Как вы относитесь к необходимости покаяния? Покаяния. Понимаете, покаяние, что получается? Вот, вникните в суть покаяния. То есть, человек, если уж человек совершил какой-то поступок, проступок точнее, так, и он понимает, что это плохой проступок, это очень хорошо. То есть, человек осознал, что это не так. Но, если человек осознал что-то, что это не так, что он должен делать? Уже в большинстве случаев исправить то, что было сделано, невозможно. Правильно? По большинстве. Но поняв что-то так, человек может сделать что-то хорошее. И пускай не исправить, но хотя бы компенсировать тот вред, который вводно или невольно он сделал для кого-то другого. Поэтому вот нужно не покаяние, а что такое покаяние? Человек идет в церковь, приходит к священнику и на исповеди говорит, вот я каюсь, вот я это сделал. Чаще всего. Это покаяние дает церковный термин к тому же еще. И священник говорит, все, самое главное, что ты покаялся. Потому что Христос умен на Христе и заплатил сразу все грехи от до того, как он был живой и до спокойных веков живущих на земле. То есть, все грехи уже оплачены. Тебе главное поплакать и сказать, ой, я такой несчастный, вот я так глупо сделал, и все. Покаялся? Уже все. Ты ни в чем не новат, все прекрасно, иди дальше греши. Но при этом не забудь еще чуть-чуть отстегнуть сюда. Ну-ка же, надо же поддержать службу, да? Наши священника. Отстегни сегодня. Католики находили вообще-то абсурда. Они продавали индугенции, когда прощали грехи. То есть, приходи в церковь, убил 10 человек, заплатил, папа римский подписал, ты прощу, гони дальше, убивай сколько улезет. Убил тысячу, приходи, подписывают, дас тебе бумагу, что ты прощен, иди убивать дальше. Вот в принципе к чему приводит покаяние. В том плане, как навязываются сейчас людям. А вот понимание того, что человек сделал что-то неправильное, что он совершил неправильный поступок или что-то сделал, принесший к тому темные последствия. Это очень важно, потому что человек понимает это начальная фаза осознания и продвижения на другой уровень. Если человек это осознало и проявляется дальше, то вот здесь самое главное и положительное. Но не просто сказать, что все это есть прощен, потому что от того, что кто сказал прощен, то, что сделано, никуда не исчезло. А вот если человек потратит дальше свою жизнь на то, что делать положительное, не нанести ущерб другим, то вот это действительно... Поэтому вот такое это не покаяние, это осмысление сделанного, его назвал. Потому что покаяние люди понимают чисто однозначно. Что такое крещение с вашей точки зрения? С моей точки зрения крещение создает блокировку. Блокировку того, чтобы человек не вышел на другие уровни, и чтобы можно потом с него выкачивать потенциал, когда он будет приходить в церковь, в церковь, потенциал, если он не развивается, человек заблокирован здесь, начинает накапливаться. И только приходи и сливай, и кто-то будет его кушать на своем здоровье. Поэтому любое, так сказать, крещение накладывает именно такую блокировку на новорожденного. Я в прошлый раз говорил, что когда вот мне просили помочь, что они понимали, что крещение плохое дело, но были приглашены и те люди не понимали, но попросили как-то помочь, чтобы мне было последствия ребенка, которого крестились. И я создал программу защиты, то когда сфотографировали крестного с крестником, который он обносил вокруг чаши крестильной, то на фотографии не было ни того, кто нес, все остальное было, кроме ребенка. и это забавный такой случай. Понимаете, если защита приводит к тому, что даже изображение исчезает с фотографий тех, крестный, крестник, я не наблюдал традиции крещения, когда ребенка покрестили, его потом обносят вокруг вместо чаши. Вот такие вещи. Поэтому, естественно, хорошего такого ничего не будет. Как влияет память от ушедших на возможности их новых воплощений? Ну, это кажется павочек нового человека. Но если еще время останется, я отвечу. Или это всем интересно? Всем? Ну, всем или только не с кем? А, ну, давайте, если много. Вот. Дело в том, что память, понимаете, как, когда вы помните человека, это ничего плохого нет. Но особо на них не влияете, на воплощение вы тоже не влияете. То есть, в этих ситуациях вы просто храните в себе память о том человеке, который вам дорог. Потому что после того, как человек освобождается от своего физического тела, естественным или неестественным путем, тут зависит эта ситуация, и когда он умирает, его сущность уходит, и воплощается он тогда, когда возникает соответствие качества при зачатии, чтобы эта сущность могла войти. То есть, более подробно в детали последнего обращения человечества я специально избираю все факторы, которые влияют на зачатие. Потому что сущность всегда входит, за исключением паразитических сущностей, мы говорим о нормальных сущностях, всегда входит ту генетику, которая тождественна уровню развития сущности. Для того, чтобы в этой генетике она смогла развенуться и выйти еще на более высокий уровень. Только в тех случаях, когда сущность погибла, как, допустим, в результате самоубийства и так далее, когда она заблокировала свои уровни, в этих случаях только лишь бывают ситуации, когда сущность не может воплотиться нормальным образом, потому что там, где она находится, нет выброса генетики человека, не происходит при моменте зачатия. Вот такие случаи происходят некоторые явления, как когда, опять-таки, в 1991 году в Москве была школа, тогда Игнатенко проводил школу и приглашал меня читать лекции. Я там часть лекций читал. И потом часть слушателей попросили, чтобы я еще им легче читал потом, когда школа закончилась. И среди них был один военный, которым майором был, подполковником, в Академии в Москве учился, и у него действительно задатки были хорошие. Я Москве ему там перестроил, тогда еще думал, что это полезно будет для всех. Думал, что если дать человеку такой дар, то он не может использовать его ни на что, кроме хорошего. К сожалению, это моя ошибка была. Даже если человек думает, что он хороший использует, не всегда это так и есть на самом деле. Так вот, и он мне привел примеры, потому что там же в Академии учился один парень, который воевал в Афгане, и у него была проблема с психикой, то есть то, что называемое развивание личности. И вот этот офицер, когда пришел на новую встречу, там не один ябл, там целый ряд людей были, и он мне рассказывал, вы знаете, потому что он научился телепатически общаться тогда, когда он пытался помочь этому парню, и захотел вытащить оттуда подсаженную сущность. Он устроен телепатический контакт с этой сущностью, для него это был шок, то есть, человек первый раз такой прошел, естественно, шок. И что получилось, этот сущность, говорит, я капитан такой-то, такой-то, командир вертолета, номер, бортовой номер такой-то, часть такая-то, погиб в Афганистане. Он думал, ну, скажем, какой-то бред всего кобылы, да, ну, так вот, понимаете, он, будучи военным, имел возможность проверить, и какой был шок, когда он полностью подтверждил подтверждение, что действительно, капитан такой-то был, он был командиром, командиром вертолета, был сбит и погиб. Что получилось? Парень, солдат, который попал учиться потом, находился там, если бы, в Афгане, и когда погиб офицер, он просто не был готов к уходу, он остался, и увидев ослабленное тело, прыгал в него и подселился к этому пареньку. Забавный случай бывает, да? Особенно, когда люди далекие от этого, когда с ними такое происходит, конечно, у человека сразу шары такие, но он думал, что это бред всего кобылы у всех, когда лапшина уши вешает, а то вдруг бум, и сам такое получил. Вот такие вещи бывают, а что сущности иногда так бывает, а если все нормально, то сущность умершего вашего близкого человека, когда приходит это время, иногда через 100 лет, иногда через 200, иногда через 2 месяца, иногда в следующий день, все зависит от других ситуаций, а иногда через несколько тысяч лет воплощаются в ту генетику, которая соответствует уровню развития этой сущности. Чем выше сущность, тем больше времени требуется на перевоплощение по многим причинам. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, природу родинок и родимых пятен. Почему они так называются? Вот, кстати, как раз совпалый вопрос, они очень близки друг к другу. Дело в том, что если мы не имеем в виду родинки, которые возникли от солнечных ожогов, пятна родимые, так, а имеем в виду, что человек родился с такими родинками, чаще всего такие родинки есть следы повреждений сущности, которые были в предыдущих воплощениях. Вот есть книга американского врача, который собрал порядка 200 случаев быстрого воплощения людей. И что он обнаружил? Там в случае разума, я это привожу, кто почитает, привожу этот пример, там был мальчик, который начал говорить, что он был таким-то, имя называл, жил там-то, у него были дети, жена и так далее. Ну, все вокруг смотрели на него, ну, мальчика фантазия разыгрывалась. Пока кто-то не жил, неправильно оказалось, действительно все было. Так вот, что оказалось? Тот, кого он называл, действительно жил человек, действительно был убит за несколько лет до этого, и его убили, нанеся, там, не помню, как кажется, пять ножевых ранений. Так вот, у мальчика, и сохранилась запись в больнице, отчего умер, где вот у нас планируется ранение, это выступление было, убийство. Так вот, у мальчика родимые пятна были в тех местах, где был нанесен удар ножом в тело предыдущего воплощения. То есть, удар ножом, он, так сказать, повреждает, убивает человека, но на других уровнях тоже остается след повреждений. И вот, если у вас воплощение очень быстрое, то, видите, получается, в том месте, где родимые пятна появляются, кстати, сто процентов накладывается на то, как убивать этого человека, сколько ножевых края и где они находились. Так что, многие родимые пятна и родинки у рожденных детей, которые ждаются, есть от предыдущей жизни сообщения о том, что где он был убит, через что он был убит и к чему привел к смерти чаще всего. Вот такие объяснения. Любопытные, не правда? Следующий вопрос. Вопрос. Иерархи живут долго, не жив. Вы можете у них спросить, почему они 27 тысяч лет назад не заглядывали в Атлань? Если вам не хочется свое имя не спрашивать, то не хочется спрашивать свое имя или иная причина, можете спросить от нашего. Во-первых, скажем так, в частности, я не знаю, жив ни или не жив. Как-то не было необходимости выяснять это. Это первое. Второе, некоторые из них живут очень много. Вот опять-таки, скази о Ясном Соколе, я привожу пример, на который вы просто многие не обращают внимания, что когда богиня Тара говорит Настеньке о том, что она живет не одну сотню кругов жизни. Потому что многие не знают, что такое круг жизни. Круг жизни – это 144 года. То есть сотни кругов жизни, посчитайте, сколько будет. То есть она выделила молодой и так далее. По крайней мере, богиня Тара прожила на тот момент, когда это было, ну, поградка 50 тысяч лет. Кто-то живет там больше и так далее. Значит, это все живут долго. Да нет, конечно. Кто-то вообще приходит и сбрасывает физическое тело уже за ненадобностью. Кто-то, наоборот, продлевает жизнь, если необходимости нужны и так далее. Но, поэтому мне даже не нужно спрашивать вопрос, чтобы ответить на то вопрос, который вы поставили. Дело в том, что почему не заглядывали? Вот в следующих главах «Россия в крыльях скалах», который я пишу, я об этом уже написал, просто вы, наверное, не прочитали. Дело в том, что когда существо растет при мировоззрении из детских лет, что врать нельзя, и что никто не врет, это тысячи, тысячи поколений, то они не могут допустить мысли, что кто-то может делать это сознательно, понимая, что за это последует. И поэтому, когда уже перекошенное сознание высших иерархов Атлани начало сообщать им фальшивую информацию, то есть передавать им то, что не стоит этой действительности, у них просто даже мысли, хотя зря, с моей точки зрения, не возникло проверить информацию. В результате чего получилось, что потом пришлось приходить и решать ситуацию уже кардинального уровня, правда, это уже все равно привело к катастрофе весьма серьезной. Если, опять-таки, читали так сказать следующий главу, который написал по второму тому, то там я привожу, что и по славянерийским ведам и по легендам существующим утренних индейцев в мае от стекла инков, который совпадает полностью с текстом, только с другого уровня понимания, конечно, с славянерийским текстом, говорится, что когда НИИ пришло разбираться, после того, как понял, что далеко не все в порядке, во-первых, можно сказать, вы думаете, что у него только одна земля была проблема заниматься или там анты только наблюдения были? Во-первых, анты это сами вывали для себя его своим покровителем, то есть не значит, что он их был для себя покровителем, так в плане, как понимается. Но в любом случае, когда НИИ пришел и с другими иерархами, и чтобы минимизировать катастрофу, то в результате этого он наказал четырех иерархов из тринадцати, он и другие полностью раскрутил, потому что уничтожили без следа не только их физические тела, но и сущности. А девять других оставшихся лишили жезлов. Что это значит? Они их наказали, но не так сурово. и отправили потом в землю народа черной кожи, кожи мрака, в то же современный Египет или страну Рукатурный Горок, как называли там, для того, чтобы они там уже использовали свой печальный опыт и получив наказание, они повторяли такое же, делали то, чтобы помочь другим расам подтянуться к тому уровню, который был у белой расы, потому что опять-таки из-за того, что, как я думаю, что никогда не было фактов того, что разные расы столь разного уровня развития оказались в воле судьбы на одной планете, и когда произошла катастрофа 13 тысяч лет назад, поняли, что если оставлять так вот, как есть, то будет вновь и вновь проблема. И сделали другую ошибку с моей точки зрения. решили, чтобы, если нельзя, так сказать, независимо не стыковаться, ну, потому что застряли все расы, то есть они расширяются, рано или поздно соприкосновение произойдет, что и произошло в самом деле. Поэтому, если нельзя пока перевести на другие планеты, те, кто должны временно быть, они решили, а что если взять и подтянуть эволюционно другие расы, чтобы минимизировать перекос эволюционный. И вот в том же самом Древней Египте стали делать наказанных ирак, туда послали, чтобы они обучали людей с кожей цвета мрака своим знанием, чтобы подверли их понимание. Но, понимаете, по крайней мере, я могу сказать на своем скромном опыте, вот когда человеку неготовому даешь качественные возможности, которым он не готов, он их не дорос внутренним сознанием, то ни к чему хорошему не придет. Они начинают, как бы не объясняй, как бы не предупреждая. Хорошо, что я придумал, как говорится, вариант с корытом. Помните злату рыбку? То есть человек начинает применять нитраку наружную, оно все сворачивается и исчезает. Но, если бы это не было, то была проблема. Так и здесь. Наши предки сделали очень важную ошибку, большую ошибку тем, что решили, что вот если передать им знание, то в результате этого получится то, что подтянутся все будут примерно одинаковы, никогда никаких конфликтов не будет. Но, к сожалению, вот я нашел древнекитайские летописи, хроники, которые они сохранили, и их тексты, которые не я привел на русский язык, конечно, слава Богу, потому что я из китайских хирургов не знаю, что это сделал для меня, но это просто находка. Потому что в этих древнекитайских хрониках и легендах они описывают, что они наблюдали эту катастрофу, наблюдая со стороны, что ось развернулась и так далее, и так далее, что все там происходило. И при этом, что после этого прилетели белые люди с созвездиями Медведя и обучали их, но это не созвездиями Медведя, наши предки, которые тоже с созвездиями Медведя были, и обучали их и всему-всема, вся, включая как землю возделывать, строить защитное вооружение и так далее, и луки стрелять и так далее. О чем это говорит? Что 13 тысяч лет назад, когда прошла катастрофа, племена китайцев находились на очень низком уровне развития, потому что по легендам и хроникам описания событий описано на уровне ребенка, который наблюдает, вот прошло, что-то пролетело там вокруг, что-то повернулось, развернулось, звездное небо поменялось, сдвинулось и все. Это говорит о том уровне развития, в котором они находились на момент состояния катастрофы. В то время, как славяна и еврейских ведах описываются в деталях полностью уровня знаний и понимания цивилизации высокого уровня развития. И дальше пишут, и прилетели белые люди с севера, и начали на Хуанди, так называемые, и с ними другие, там были мужчины и женщины, которые начали обучать и всему и вся. И что потом произошло? Через несколько тысяч лет после того, когда они обучили всему на свою голову, когда на территории Великой Асии, или то, что мы назовем Сибирь-Дальний Восток, очередного похолодания были проблемы, то есть много людей эмигрировало и так далее, то есть население стало не такое густое, то китайцы напали на наших с вами предков, была долгая жуткая война в принципе, наши предки их размазали и после всего и было летачисление отцоветворения мира в Звездном Храме, то есть это год, когда был заключен мирный договор между Древним Китаем и Великой Оси. Именно с тех времен символом русского победы служил символ война, пронизывающий копьем дракона, что висит на московской гербу, да? Так вот, Георгия Победоносца, когда они при этом прикрестили, никакого отношения не имели, потому что это событие было 7,5 тысячи лет назад. И относятся к победе русского оружия в совершенно другой битве. И действительно в великой победе, потому что Китай остановили. Следующий вопрос. Каким образом можно снять блокировки прикрещений меня и ребенка? Ну, в конце, когда же скоро и так уже пройдет, да, в конце несколько минут работы постараюсь большинству желающих снять теряные блокировки в зависимости того, что пожелаете. Так, следующий вопрос. Новый поступает. Тоже важный вопрос, я думаю, это будет, хоть и не чуть поскольку позже, но я думаю, очень важно, потому что для понимания это очень важно с моей точки зрения. На ментальных планах есть ли паразиты. Ментальных планов достигают с очень высоким уровнем развития. Неужели они могут вести себя так, как бесы? Понимаете, высокий уровень развития понятие относительное. ментальные планы земли это только планы земли. Да, человек, который поднялся на третий, четвертый, пятый, шестой этаж, к примеру, нашей планеты, естественно, он эволюционно стоит выше, чем тот, кто поднялся на второй или третий. Не всякого сомнения. Но вопрос, означает ли это, что те, кто поднялся на третий, четвертый, пятый, шестой этажи, они уже сами беленькие, пушистые и так далее. Ничего не значит. Это значит только, если человек даже закончил полностью курс земли эволюционного развития, прошел все качественные барьеры, наработал полностью шесть тел сущностей, приюз оно физическое, это только человек вылупился из яйца, концепленное яйцо вылупляется, так ему вылупимся за пределы своей планеты. То есть человек уходит на следующий этап своего развития, космический уровень развития. Это не конец эволюции, это только начало, в принципе. И, конечно, желательно, чтобы тот, кто достиг определенного уровня, все-таки использовал свои знания и умения на пользу. Но это не значит, что, вы думаете, почему существует черная иерархия? Если бы черная иерархия была на таком уровне, они бы никогда не смогли бы захватить столько миров. Конечно, черные эволюционные не могут выйти очень высоко. Они доходят до определенного уровня, дальше блокировка, дальше не могут идти. Совершенно верно. Но этот уровень значительно превышает уровень планетарного развития. Поэтому на ментальных планах, к сожалению, могут быть земные паразиты, и не только земные. Вот в автобиографии описывают случаи, когда сидели и дули людей неземные паразиты. Могут быть, к сожалению. Просто у нас, опять нам вбили в голову ложные понятия. Опять-таки, псевдоиндустские представления, просто кто не слышал, еще раз повторю, потому что мне приходилось беседовать с одной женщиной Махатмы, я просто имя не называю, не потому что я не знаю, потому что не имеет смысла называть сейчас. Так вот, когда она обратилась к мне, знаете, чем она обратилась ко мне? С такой же примитивной просьбой. А могли мои можно перестроить? И я начал беседовать с ней. Я говорю, вот скажите, вы, Кольца Махатма, скажите, вот откуда в Индии появились видические знания? Она мне прямо говорит, это белые учителя пришли и принесли с севера. Это не секрет. в узком кругу лиц, которые обычно не любят об этом говорить, дальше за пределами узкого круга лиц. Я ей говорю, следующий вопрос. А скажите, вот когда вы приходите в детский сад или в Ясли, вы что, сразу начинаете квантовую физику читать детям? Вопрос понят такой, да? Я за ним, конечно, нет. Вы даете азбуку, грамматику, начало, чтобы человек мог двигаться. Так что получилось, белые учителя, то есть наши с вами предки, пришли к ним, чтобы остановить кровавые жертвы принесли культу Калима. Чтобы этого не было, дали им знания на уровне начальной азбуки, грамматики. Вы извратили их, исказили, переделали, вы даете за свои собственные и вы говорите, что вы несете свет. Ну как же можно так? Разве это честно, если это не ваше знание? Да, вы их пропустили через себя, но это не вы, вы их создали. Это не вы являетесь источником мудрости, который в индусских ведах. А если что еще, вы знаете, для чего основная задача Александра Македонского была? Вот кто почитайте перевод Слатина в лесовой книге. Слатин такой переводчик, который сильно знает хорошо то, что он переводит. Потому что несколько переводов есть, но многие из них не знают достаточно того, что переводят. Так вот, Слатин он сделал переводы в лесу книги. И вот, если вы почитаете, там Александра Македонского, который славяний, между прочим, наши предки, волхвы, называли черным воином. Не светлым воином, как Святослава, к примеру, а черным воином. Так вот, весь поход туда, в Индию, которая не нужна была ему в принципе ни для чего, была такая задача была. Прийти в Индию, там, где хранятся те славяно-арийские веды, которые были переданы индусам и записаны были на шести тысячах шкурбыков, что там у них другого материала не было. Он пришел и уничтожил. После чего пытался вернуться, но уже долго не прожил после этого, в любом случае. Так вот, индусы, я считаю это непорядочным, говорят о своей духовной духовности и что они высокодуховные и врут. И тем же самым, опять-таки, зная, что по крайней мере древний санскрит русский язык чистый, ни один из них, кроме как приезжая и говорит, надо же, мы первый раз в своей жизни в живой язык услышали. Надо же, это реально факт, это не я придумал, это фактов так, не один, сотни, слушая русский язык. Ни разу ни один из этих великих мудрецов, так называемых, не сказал, вы знаете, то, что мы имеем, это то, что наша интерпретация, то, что нам передали русы пять тысяч лет назад, ни один. О какой светлости и духовности можно говорить, извините. Ну, дальше, а то я немножко завелся, потому что терпеть не могут такие вещи. следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают об источнике и так далее, насчет то, что 43 процента. Ну, извините, я нашел этот источник, копаясь в интернете, но я из-за этого тоже сделал, почитайте, там очень много статей, вы найдете данные. В интернете данные. Поэтому, понимаете, получается, что источников полным-полно, просто, понимаете, почему-то все считают, что я должен делать за них работу. Я уже свою работу сделал, собрал все нужные данные. Данные ни я придумал, ни взял с потолка. Кажется, Караваев, кажется, в мире этого военного специалиста, который дает данные. Если пойдете в соответствующий институт, вам подверят эти данные. Так что, думаю, проблем не будет, только нужно поискать, если им позволить дать данные. Но вот уже то, что происходило, и то, что происходит, вот видите, сейчас жарко очень. Смещение. Да. Так вот, согласно предсказаниям наших великих метеорологов, сейчас должна быть жара. Вот. И плюс, что они еще говорили, что ни одного предсказания, которые у них были в течение месяца, ничего не выполнилось. Дожди не будут, дожди идут, жара уменьшается, жара будет. И после этого они претендуют на какую-то научность своих предсказаний. Или потом говорят, что это пять тысяч лет назад такие события происходили. И они, главное, при этом были свидетелями. И они могут подпределить лично. Пусть тогда все знают, что они знают. Да, вы понимаете, если бы, понимаете, многие ученые, так и большинство людей, даже если что знают, молчат. Того же самого, вот я не сказал в некий момент, того же самого Юсупову, который работал на оборонку в Советском Союзе и так далее, сейчас уже давно не работал, в Советском Союзе нет. Представители службы приходили и спрашивали, а вот скажите, что то, что Левашов бред с ЮКБЛ несет, что никакого метеористического и физического оружия нет. А почему нет это не так? Это правда. А как же так? Он мне говорил, вы же давали присягу в неразглашении. А он говорит, извините, я дал, как говорится, подписывал бумагу в неразглашении СССР, то есть Советскому Союзу. Сейчас этой страны нет. Я уже там не работаю, говорит, новую подписку я не давал. Я уже дал подписку того государства, но не существует. И то, что это есть правда, есть правда, действительно есть. И наши разрабатыватели и так далее. Но самое интересное, меня удивляет, он только сказал, что есть, а то, что наши спецслужбы позволили специалистам, которые работали на оборонку, уехать в Штаты и достроить то, что они дали достроить в Советском Союзе и в России. Почему-то эта спецслужба не волновала. Или волновала. Вопрос, но если учесть, что при Ельцине в Кремле сидели представители ЦРУ и так далее, и так далее, и советниками, консультантами, то не уделяйся, почему это произошло. Правильно же? Вот почему-то это наши спецслужбы не интересовало. Скажите, как же так, вы выехали с технологиями, которые недопустимы, потому что запрещены для разработки, уехали в другую страну и создали оружие, которое вредит вашей же Родине. Потому что Юсу, по примеру, не уехал и не предал ничего. Можно уехать в страну, но не работать против нее. А эти люди предатели. Нравится им, не нравится, но это предатели. Ради жирного куска они готовы были продать все и все. Ну вот и продали. Вот это почему-то спецслужба наша не волнует. А то, что сказал, что как же так, это значит преступление. Следующий вопрос. Эксперимент по смешению раз проводит темный или светлый. ответ неоднозначный и те, и другие. Почему? Потому что когда здесь прибыли белая раса, только была, более 500 тысяч лет на нашей планете была белая раса. Когда люди говорят, а вот, как же вот, так вы говорите, что вот там находится скелет или череп с прострелом, которым там 5 миллионов лет и так далее и тому подобное. А вы говорите только 500 тысяч лет назад. Вы знаете, или след с ноги находит где-то так. Вот если кто-то приедет на Луну с другой планеты и увидит след на Луне, что это означает? Это значит, что кто-то там был, оставил свой след. То, что наши Земли посещали и 5 миллионов лет назад и до того, это не вызывает сомнение. И что, ее колонизируют, прежде чем колонизируют, должны быть знать, что колонизируют, правильно? Значит, проводились экспедиции, исследования и так далее и не один день. И велись многие миллионы лет думаете, исследования. Так что наличие следов человеческих, это не значит, что она уже была обитаема человеком как таковым. Хотя присутствие гуманойной формы именно нашего типа происходило, потому что это факт, есть, и никто не отрицает. Просто, понимаете, почему-то видят одну сторону медали, а другую даже не хотят видеть. Так вот, эксперимент белых раз была, потому что земля в силу определенных условий уникальная по своих качествам. Я специально приводил и в первом томе, и в втором томе отрезки славянно-реских вет и показывал, что даже с других старых планет, то есть тех планет, с которых прилетели наши предки, колонизирующие нашу землю, люди прилетали на землю даже после катастрофы 13 тысяч лет лет, которая была, чтобы инициировать свое развитие в высших ступенях по золотому пути развития. Почитайте, то, что внимательно. О чем это говорит? Что земля в силу определенных условий уникальна. Не потому, что Бог все сказал, а просто такова она есть. Так вот, наша колония была создана белыми тоже для экспериментов, чтобы получить возможность максимально эволюционировать и достичь того, что никогда на других планетах было невозможно. Это первое. Второе. Черные мешались неоднократно. Плюс, опять, в втором томе России я привожу пример и в первом томе уже писал о том, что смешение рас было запущено для того, чтобы тем самым эволюционно потянуть более молодые расы, выровнять перепад, чтобы не было. Потому, что есть понятие альфа-генетики. Это опять, не мной введено понятие, это биологами введено. И достаточно было изменить только у маленького процента населения носителя альфа-генетики именно нужное качество, то есть добавить то, что внести генетические изменения, чтобы все это привело к изменению всех и вся. И наши предки пытались сделать, это, я считаю, ошибкой была. И эта ошибка тут же воспользовались черники. И потом уже этим экспериментом черники направляли. И они используют это для того, чтобы сделать все, чтобы уничтожить ту же самую белую расу, которая здесь находится. И вот опять-таки вот последнее интервью, которое для интернета я давал, журналистка спрашивала, а вот почему оружие не применялось против других стран? Почему навязывают геноводицинные продукты именно России и Европы? Я говорю, ну как подумайте, значит, те, кто это пытается сделать, боятся именно, что именно люди белой расы могут остановить. Кто это? Социальные паразиты. Потому что в силу того, что именно только белая раса несет достаточно высокое эволюционное число, чтобы освободить себя и всех в том числе от порабощения паразитами, то паразитам задача уничтожить белую расу и тогда не будет некого бояться, потому что других они уже покорили полностью. Единственное, кто брыкается, брыкается Россия в основном. И они делают все, чтобы уничтожать, не нужно проводить, что в 20 веке было, что до того было, в последние тысячи лет только и дело, что уничтожают, уничтожают. Да, к справкам, это уже данные не мои, на начало 20 века белой расы было людей, 800 миллионов человек, желтой расы 200 миллионов человек. Что мы сейчас имеем? То есть понимаете, что? Вы понимаете, что если не было революции, войн, которые нас тянули для своих целей же и использовали результаты этих войн, в России сейчас должно быть не менее 500 миллионов населения. А что мы сейчас наблюдаем? Вымирание, искусственно создаваемое. Вопрос, кому это нужно? Если учесть, что это идет, сейчас основная квартира, штаб-квартира США находится, мирового правительства, это выгодно только мировому правительству и тем лицам, которые на него работают. И в нашей стране тоже пятая колонна есть. Вам, наверное, не нужно объяснять, что это реально. Поэтому, если мы сейчас с вами... Вот знаете, что мне удивляет русский народ, потому что в России он является нациообразующим, государственно-образующим народом, даже при том, что вы сколько уничтожили, все равно подавляющее большинство населения это славяне, в России, русские. Так вот, знаете, что меня удивляет всего? То, что до чего нас забили всякими религиями и тому подобное. Понимаете, что только в критических ситуациях, когда уже до ручки дошло дело, люди начинают чесать свой затылок. Вот сейчас время такое, такое, критическое. Если мы сейчас с вами затылок не начнем чесать, уже нечего будет чесать никому вообще. Но еще другое, посмотрите, как это запуганное. Вот представьте себе ситуацию, здесь у нас из горских народов кто-то есть? Из горских народов нет никого? Ну, сегодня нет. Вот, есть, да? Есть. Вот представьте себе, если бы кто-то изнасил ваше сито, что бы вы сделали? Ну, по крайней мере, отомстили тому человеку весьма серьезно, правильно? Кровное месть и тогда, ну, просто, может быть, укажет свой народ, свои обычаи, ну, так далее. Но бесследно такого действия не оставили. Вопрос, правильно это делать или нет? Правильно. Наши предки, вы думаете, что, цацкали с насильниками? Нет. Вы знаете, что наши предки делали с насильниками? Ну, извините, здесь дети есть, кастрация полностью делалась и не убивали, просто полностью все удаляли, чтобы не было возможности. Почему? Потому что, если такое сохраняется, то этот ген передается по наследству и возможность таких же действий у потомков будет такая же. Наши предки понимали. Ну, тоже я не сказал бы, что мягкая мера, но она была. А до чего нас довели из христианства и так далее? Что девушек, русские девушки насилуют, убивают и так далее. Да не только. Русскому по морду дадут, и он не имеет права ответить, потому что, если он ответит, тут же начнет орать, что он, типа, кого-то дискриминирует. Понимаете, я считаю так, человек должен защитать своего достоинства не в зависимости от какой национальности. А нас загнали в голову, что мы не имеем права ничего. Не имеем права защищать себя, не имеем права защищать своих семей, детей, жен, дочерей, матерей. Потому что мы русские, да? Или как этот самый Гордон заявил на встрече с студентом в Санкт-Петербурге, что когда он спросил, кто считается русским, студенты спрашивают, но один парень набрался храбрости, поднял, сказал, я русский. И знаете, что он ответил ему? Значит, вы фашист. Вы знаете, в своей родной стране нас довели, что если мы называемся русскими, нас объявляют фашистами. А то, что евреи называют в России евреем, и в Израиле, и в новом мире, его почему-то никто не трогает. А мы своей родной страны и не обзывать фашистов, не имеем права, потому что Гордон еврей по национальности. И вот его менталитет, значит, он может называть в нашей же собственной стране нас за то, что мы говорим, что мы русские, что у нас, мы гордимся, то, что мы нашей страной, нашей Родиной, нашей великим прошлым. Или как он заявил тогда во время встречи с этим самым писателем Задорным. Вам что, мало то, что у вас есть истории, да? Что вы вылезли из землянок, из деревьев, вам что-то мало? Вам хочется большего, да? Вы представляете наглость такого заявлять? Понимаете, я понимаю, что если бы действительно в 10 веке наши предки вылезли из берлог, я бы, извините, бы сказал, ну да, действительно справедливо. Но когда наши предки на этой земле уже существуют в общей сложности больше там 600 тысяч тысяч лет, то это говорит о том, что у нас была и есть великая история, и которой мы имеем право гордиться. И почему мы должны молчать, если господин типа Гордона это не нравится? Вот понимаете, мы здесь сидим с вами, но действительно, до чего нас с вами довели? Все боятся. Если вы также будете бояться дальше, то завтра на ваших сторонах появятся геномовицинные продукты, а послезавтра ваши деяния станут стерильными, ни одного ребенка не родится в стране, и все выгнут. Боитесь дальше? Получается так? Поэтому уже мы дошли до ручки, наверное, все-таки есть поговорка русского медведя долго заводить, но мало не покажется, да? Так вот, сейчас я думаю, что дошли такой ручки, что уже терпеть нельзя. Это не значит, что мы должны кидаться, бить всех и вся, мы просто должны встать и отставить свое национальное достоинство, и не позволить всяким мерзавцам типа Гордона без наказанного обливать нас с вами грязью, унижать, оскорблять нас в своей собственной стране. Понимаете? И вот то, что мы должны делать, и отсидеться и сказать, это моя хата с края, ничего не знаю, не получится, потому что было раньше тоже, кто так думал, не помогало, так что мой совет все-таки начинать действовать, и действовать можно не ждать, когда глобальные события, о, мы вас поддерживаем, и вот хорошо, что произошло, да? Каждый человек на своем собственном месте может действовать справедливо и честно. Я могу привести там пример, я не помню, какой-то маленький городок в России, где люди просто устали от того, и просто возмущают от того, что дети просто наркоманией превратили, наркотики торгуют, и молодежь просто погибала, ноги погибали. Что они сделали? Что они сделали? Они сделали одну простую вещь. На очередных выборах обратились к жителям своего городка, что они просили, те, кто дети пострадали, попросили их выбрать их городской власти. их выбрали, стали мэрами и так далее. Они очистили город от продажной милиции, которая прикрывала, крышевала наркоторговлю, очистили от наркодельцов, которые в том городе были цыгане в основном. И вы знаете, наркомания исчезла. Вот вы говорите, что можно сделать каждому человеку конкретно? Да не нужно ждать, пока кто-то придет и сделает все за вас. Каждый человек на своем месте может сделать хорошее дело. Вот тот пример, который я привел, это реальный пример, не придуманный мной. Люди взяли, потому что у кого погибли дети, они не хотели, чтобы другие дети погибали. Сделали так. И что добились? И город очистился от наркомании, наркотики не продают, очистился от продажных прокуроров, милиционеров, которые крышевали. И сделали это сами люди. Не ждали, когда кто-то придет и принесет на голубой коремочке. Даже если кто-то сделает что-то в большом масштабе, это нужно, чтобы на местах тоже люди действовали. Потому что не будет каждый, кто-то, кто делает, не будет ходить в каждое село и крыться на воде. Это невозможно в принципе, понимаете? Это люди должны быть активны, люди должны пытаться бороться с мерзостью. Но все боятся. Боятся, а вдруг я потеряю зарплату, потеряю то, что имею и так далее, и так далее. Так если так размышляют, то не нужно вообще жить тогда. А зачем жить вообще? Все равно умрем. Так пускай придут и перережут сразу. Вот пожалуйста, зачем ждать еще? Территорию России освободить вам нужно. Пожалуйста. Мы сами готовы лечь и сами себе еще яд вести, поглотать. Как несколько секторов были, которые принимали яд, чтобы умереть. Мы сами себе сделаем и освободим. Мы такие добрые, что готовы с собой пожертвовать и так далее. Вы знаете, хватит нам терпеть все эти меры. Мое мнение такое. Нужно отставить свое человеческое достоинство. И отставить каждое человеческое достоинство может вместе. Каждый из нас отдельность и все вместе. А если каждый будет дать моего дела здесь нет и так далее, ничего не изменится. Что бы ни происходило. Вот сейчас осталось уже мало времени. Как видите, не все ответы на вопросы, которые я дал. Но как вы поняли, все эти записки я написал, сам подготовил. Вы забыли это, да? Не забывайте об этом. Вот так что сейчас я проведу то, что несколько просьб было, значит тех, кто желает освободиться от блокировок и так далее, тех, кто хочет, чтобы они освободились, должны подумать, что они хотят избавиться. Кто не хочет, чтобы ничего избавляться, ничего не думайте, ничего с вами не произойдет. Это не займет долго и будет почти не больно. Шучу. Вообще не больно. Готовы? Поехали. Ну вот. Ну, надеюсь, многим это поможет. Ну, может быть, кому-то еще потребуется повторы тогда, потому что некоторые вещи инновационные не всегда живут, но очень многим это помогает. Так что я надеюсь, что не очень сегодня вас расстроил тем, что сообщил информацию разную, но я думаю, что это необходимо делать, и контрпропаганда должна быть вести тоже, потому что нужно разоблачать тех, кто лжецок настоящих. И сегодня, думаю, я показал, кто на самом деле есть кто. Ху и с ху, по-английски говоря. И думаю, что теперь они прежде чем задумаются, прежде чем продолжать покажать. А если будут продолжать, ну, значит, ясно, кто им платит, потому что, видите, у нас же никто в пикетах стоял, не был за деньги. Люди в движение приходят, никто никому не платит, наоборот, люди делают свои души и так далее. Хотя я считаю, что когда будет достаточно средств в движении, а я надеюсь, что это будет, те, кто действительно полностью отдают свою работу в движении, они должны получать достойную зарплату, чтобы они не думали о том, что положить на стол своим детям и могли полностью посвятить себя движению и так далее, и так далее. Но до сих пор все, что делается, делается всем участникам движения бескорыстно, на свои деньги все, что сбрасываются, печатся материалы, раздаются людям, многие материалы даются бесплатно. Некоторое количество клиник, которые в движение пускают, опять-таки, издаются, правда, продаются через магазин, но эти деньги будут, во-первых, делать тысячи, десятки тысячи, листовок, открыток, плакатов, которые сдаются людям бесплатно, к сожалению, в нашем мире, вы не придете в магазин и скажете, вот я делаю доброе дело, дайте мне краски, печатать, компьютеры для этого, да, дайте мне это, это все нужно платить. и вот, что мне приятно, что очень многие участники движения действительно вкладывают в свою душу, это самое ценное, когда человек идет делать, не потому, что у него зарплата, и он побоится, что зарплату потеряет, наоборот, но некоторые даже теряют свою работу, когда они начинают идти в движение, и это люди не останавливают, и это самое главное, потому что все-таки есть люди, которые действительно болеют не только за свою шкуру, но и за свою страну, за свою родину, своих окружающих людей, и это очень мне лично, это очень радует, не потому, что они, так сказать, не получают заплату, а потому, что они делают дело от души, вот если каждый человек будет делать дело от души, и будет вкладывать в само себя, вкладывать в это дело, я думаю, будет очень много хорошего происходить в нашей с вами стране, а когда, как такие, типа, пускай он меня вылечит, или пускай он даст миллион, тогда я буду говорить о нем хорошей, да мне не нужно от такого человека, не то, что хорошего, да пускай обливают грязью, понимаете, кроме, для меня это, никак не реагирую на это, потому, что, думаю, что мне когда-то станут, извините, если я ввелся на такие штучки, то я навряд ли бы мог бы много что сделать, поэтому сделать мне неприятно, не сделать, а то, что разоблачать нужно провокаторов настоящих, я это периодически делал и буду делать, а теперь, я хотел бы сказать, что сейчас у нас не более полчаса, будет максимум уже 25 минут, если кто-то имеет мои книги, я могу подписать книги, просто просьба, у нас здесь не бесконечное, то же мы платим за то, что находятся с вами здесь, и поэтому, чтобы нас не выгоняли, просьба, действительно, кто успеет за 25 минут, значит, успели, кто не успел, ну, прошу прощения, в следующий раз, не обижаться, хорошо, а сейчас хочу благодарить всех вас, и, пожалуйста, всего хорошего. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры,